Найти четверых из них, они кажутся такими же сильными, как воин зомби. Внезапно пользователь щита бросился на него, планируя протаранить его этим щитом. Прежде чем он прыгнул, Ава вылезла из его рубашки и покрыла свое тело молнией, прежде чем пнуть щит своими милыми ступнями. Кью. Удивительно, но пользователь щита был отброшен назад и рухнул на землю. Кью, Кью. Крикнула Ава Тя, в то время как ее внимание было сосредоточено на использующем щит. Тя знал, что эти зомби сильнее, чем он ожидал, но воспоминания о том, как он бросил вызов другим гением по всему миру, вспыхнули в его голове. Все они были чрезвычайно могущественны. Он мог использовать свою стратегию, чтобы противостоять этим силам, но ему все еще требовалось значительное количество силы, чтобы даже сражаться с ними лицом к лицу. Он мог никогда не сражаться более чем с одним врагом одновременно, так как его клон позаботится о другом, но эти люди были намного лучше, чем эти зомби. Он не мог не сказать. Соревнования закончились три недели назад, а мое тело уже заржавело. Неприемлемо. Тя прищурился, выпустив свое убийственное намерение. От его взгляда пробежал холодок, который пробежал бы по их спине, если бы они были живы. У них может быть и число, но противники, с которыми я сражался все это время, намного сильнее. Ава, позаботься о невидимке, крикнул Тя. Ава на мгновение запаниковала, потому что не знала этой стороны Тя. Тем не менее, Ава кивнула головой, пытаясь найти того, кто стал невидимым. Однако Тя уже поднял руку и махнул ею вниз. Не нужно ее искать. Я сообщу ее местонахождение прямо сейчас. Он распространил свой телекинез и использовал его по максимуму, толкая воздух над их головами, чтобы оказывать на них давление. Кроме Тя, его клона и Авы, у всех у них под ногами была трещина в земле. Да, все. Ава видела трещину, но над ней никого не было, поэтому она поняла, что имел в виду Тя, показывая свое местоположение. Она сделала прыжок, когда Тя убрал свой телекинез, позволив Аве преодолеть расстояние в одно мгновение без какого-либо давления. Даже невидимый зомби не мог ничего сделать с такой скоростью, так как Ава уже пнула женщину-зомби. Несколько раз перекатившись по земле, женщина-зомби втянула свою невидимость. Кью. Ава посмотрела на нее с серьезным выражением лица, как будто это было время, которое ей нужно, чтобы бороться со всем, что у нее есть, потому что Тя полагался на нее. Женщина-зомби снова попыталась стать невидимой, но заметила след молнии, которая продолжала искрить на ее руке. Она подняла глаза и увидела улыбку Аве, зная, что виновата никто иной, как Ава. Эта сила продолжала бы выдавать ее местонахождение, поэтому она решила больше не становиться невидимой. Ава воспользовалась этим преимуществом и прыгнула к ней, бросая ей вызов один на один. С другой стороны, Тя и его клон столкнулись с тремя оставшимися зомби. Из-за их текущего положения Тя нужно было использовать свой телекинез, чтобы пролететь над ними и расположиться между зомби и Авой, не давая монстру начать скрытую атаку на Аву. Тя и его клон подняли оба копья и ухмыльнулись дьявольски. Энергия голубого цвета покрыла их копья, когда они одновременно сказали «Приходите». Пользователи щита и меча бросились вперед, поскольку первый позаботился о своем клоне, в то время как выздоровевший пользователь меча бросил вызов оригиналу. Клон Тя использовал свой внешний поток и пушечный выстрел, выпустив более мощный пушечный выстрел. Зомби ответил, подняв щит, чтобы блокировать его атаку, но Тя оттолкнул его. Оригинальный Тя, напротив, использовал свою волшебную пулю и послал ее зомби-лучнику, чтобы он не смог им помочь. Увидев эти необыкновенные волшебные пули, воин зомби планировал ударить по волшебным пулям, как когда-то. К несчастью для него, Тя использовал свой телекинез, чтобы броситься к зомби, прибыв немного быстрее, чем тот ожидал. Он ударил мечом и не дал ему высвободить какое-либо умение, в результате чего пули упали на лучника. Лучник нахмурил брови и отпрыгнул назад, избегая этой атаки, но магические пули развернулись и погнались за ним. Лучник зомби, казалось, понял, что происходит, и выпустил стрелу в небо. Затем стрела превратилась в зеленый свет и выпустила в общей сложности 10 стрел, поразив все в определенной области. Будь то Тя, его клон или даже другие зомби, у каждого была своя доля стрел. Тя и его клон одновременно использовали элементальные щиты, защищая голову и тело от ударов. С другой стороны, зомби позволяли стрелам попадать в их тела. Однако одно определенное движение не ускользнуло от глаз Тя. Когда одна стрела собиралась попасть в голову зомби-воина, он решил принять ее рукой, вместо того, чтобы позволить ей попасть в голову. Тя сузил глаза и закричал. Ава. Это всего лишь предположение, но разнеси ей голову, и она умрет. Не нападай на тело. Кью. Глаза Авы покраснили, когда молния сверкнула вокруг ее тела. Оставив небольшую трещину на земле, увидев, что Ава загорелась, Тя улыбнулся. Зомби были встревожены, когда клон Тя использовал волшебные пули. В конце концов, это было не то же самое, что он использовал раньше. Вместо призыва одной волшебной пули, которую можно разделить на 20, он призвал 4 и разделил их на 80 волшебных пулей. Все эти волшебные пули были выпущены в зомби-лучника, удивив зомби. Как и ожидалось, Тя рассчитал, что зомби отреагирует, когда он применит свою технику иллюзии. В конце концов, зомби действовали на основе своего интеллекта, а не инстинкта, что позволило ему одурачить их. Это могло произойти только потому, что он сражался с четырьмя зомби редкого класса, а не с зомби обычного класса. Увидев такое, щитоносец внезапно изо всех сил оттолкнул Тя, прежде чем отпрыгнуть назад, чтобы помочь лучнику. Это позволило клону Тя сосредоточиться на зомби-войне, устранив его первым. И воин-зомби, казалось, ожидал чего-то подобного, поэтому он подготовился к предстоящей атаке клона Тя, хотя этого так и не произошло. Он инстинктивно повернул направо, не найдя ничего, кроме травы. Вместо того, чтобы убить воина-зомби, клон Тя вместо этого последовал за пользователем щита, убедившись, что он устранил его. Пользователь щита предвидел это, поэтому сначала повернулся, чтобы остановить его, прежде чем помочь лучнику. К сожалению, он никогда не был его целью с самого начала. В тот момент, когда пользователь щита обернулся, он увидел перед собой только Тя и зомби-воина. Клон уже появился прямо за зомби-лучником, вонзив свое копье в отвлеченного. Пушечный взрыв. Клон Тя сосредоточился на голове и уничтожил всю голову до области груди этим выстрелом из пушки, не желая получить тот же результат, что и в первой попытке. Убил зомби-лучника. Опыт 6900. Хороший. Клон Тя улыбнулся, глядя на пользователя щита, который видел все. Пользователь щита бросился на него своим щитом, собирая магическую силу вокруг, покрывая щит слоем темно-фиолетового экрана. Бум-бум-бум. К счастью, прибыли волшебные пули, подняв пыль на землю. Когда пользователь щита появился из пыли, клона Тя нигде не было видно. Он снова был обманут им, когда два Тя взялись за руки, чтобы победить воина зомби. Тем временем Ава тоже старалась изо всех сил. Она посмотрела на женщину-зомби, у которой уже не было левой руки. Ава разорвала его своим пинком ранее. Заметив, что Тя убил одного, несмотря на то, что сражался с тремя из них одновременно, Ава не хотела больше ждать слишком долго и прыгнула к женщине-зомби. Два кинжала внезапно засветились, когда женщина-зомби умело шагнула вправо, уклонившись от прыжка Ава и вонзив оба кинжала в ее тела. Ава наблюдала за ее реакцией и улыбалась, как будто предсказывая. Прямо на ее глазах Ава шагнула в воздух, прыгнув в противоположном направлении. Поскольку они были слишком близко, женщина-зомби подумала, что Ава исчезла, поскольку ее глаза были недостаточно быстры, чтобы успевать за ее скоростью. А еще она не успела понять, что сделала Ава, потому что ее щека исказилась в следующую секунду. Женщине-зомби все же удалось оглянуться в сторону, но это был кошмар. Лицо Авы было прямо перед глазами, но ее ноги уже коснулись щеки. Ава не остановилась на достигнутом. Она вспомнила, что Тиа сказал ранее. Следовательно, молния, покрывающая ее тело, вспыхнула еще раз, уничтожив всю голову и забрызгав кровью вокруг, как будто голова выскочила, как воздушный шар. Кью Ава подумала, что матч уже закончился, но все же повернулась, чтобы проверить свое состояние, убедившись, что мертвые остались мертвыми. Убедившись, что женщина-зомби больше не регенерирует, Ава подняла зрение и увидела, что Тиа сражается с пользователем щита. Воина-зомби больше не было, потому что тот парень уже безжизненно лежал на земле. Тиа применил свой пушечный выстрел в то же самое место в то же время, ударив по щиту, который каким-то образом полностью уничтожил щит, оставив дыру в груди зомби. Он не убил бы зомби, но дал Тиа достаточно времени, чтобы использовать свою волшебную пулю, чтобы уничтожить его голову. Убил рыцаря-зомби. Опыт 8900. Тиа улыбнулся и кивнул. Думаю, дело сделано. Не заметив никакого движения со стороны Авы, Тиа взглянул на нее и поднял большой палец вверх, хваля ее усилия. Спасибо, Ава. Ты мне очень помогла. Кью. Ава несколько раз моргнула, подпрыгивая от радости. Было трудно получить похвалу от Тиа. На самом деле Тиа был холодным парнем, которого, казалось, ничто не беспокоило в их повседневной жизни, так что эта похвала, безусловно, сделала ее счастливой. Затем Тиа начал собирать добычу зомби, так как ему нужно было получить карту плоти нежити, чтобы завершить миссию. Она услышала, как он пробормотал. Интересно, смогу ли я сдавать несколько раз? Ава усмехнулась, прежде чем ее уши уловили другие звуки. Грохот. Грохот. Она последовала за источником звука, доносившегося слева. Внезапно из-под земли появилось 10 правых рук, как будто в ответ на то, что Тиа сделал в этом месте. Что? Тиа и Ава расширили глаза, не ожидая увидеть их больше. Ава запаниковала, так как, возможно, она не сможет сразиться со всеми сразу, поэтому она взглянула на Тиа, спрашивая, что им нужно делать дальше, только для того, чтобы найти что-то неожиданное. Тиа нигде не было. Даже зомби исчезли. Она широко открыла глаза и посмотрела налево и направо, обнаружив, что Тиа уже убегает со своим клоном. На самом деле Тиа сидел на огромной спине, которую унес его клон, неторопливо наблюдая, как из-под земли вылезают зомби. Заметив взгляд Ава, Тиа протянул руку и закричал. Пойдем. Мы бежим. Ава запаниковала, когда увидела зомби, которые почти покинули свое укрытие. Она использовала свою молнию, чтобы прыгнуть к Тиа, сказав ему не оставлять ее позади. Кью Тиа перегруппировался с Ава и взлетел с земли, вернувшись на вершину холма, чтобы подобраться на достаточное расстояние и наблюдать за врагами. Тиа ущипнул себя за переносицу, увидев, как вышли все зомби. Разве это не означает, что в этой долине много нежития? Кью Ава в замешательстве склонила голову. Я имею в виду, тот факт, что выходит еще 10, означает, что под землей прячется еще больше зомби. Кью Ава внезапно пришла к пониманию и посмотрела на долину от подножия холма до самого горизонта. Они должны были идти в этом направлении, но это также означало, что им нужно было пересечь многочисленных зомби, прячущихся под землей. Правильно, там могут быть тысячи зомби внутри. Если они все вылезут сразу, это будет проблематично. Тиа вздохнул. К счастью, зомби, похоже, был близорук, так как они не могли найти его на этом холме, несмотря на то, что он открыто демонстрировал свою внешность. Как и воины-зомби, они должны иметь определенный уровень восприятия, чтобы ощущать и видеть свое окружение. Кью Ава посмотрела на Тиа с любопытством. Убей их, ха. Легче сказать, чем сделать. Тиа на мгновение задумался. Честно говоря, я не уверен, что смогу справиться с 10 монстрами сразу. Нет, даже 8 монстров серьезно доставит мне неприятности. Вы можете взять двух и убить их, но вам нужно от меня время. Ава посмотрела вниз, чувствуя, что ситуация сложнее, чем она ожидала. Я потратил неделю, чтобы приехать сюда. И я планирую провести по одной неделе в таинственной долине, долине Большого Греха и озере Ламберт, прежде чем вернуться домой. В таком случае, как насчет этого? Я убью этих зомби здесь для если мы не сможем их уничтожить. Я воспользуюсь своим телекинезом, чтобы перейти с одного холма на другой, петляя вокруг этого места, пока мы не достигнем долины Большого Греха. Я сам не уверен, но я не думаю, что зомби могут выйти из этого места, иначе люди испытали бы зомби-катастрофу. Вот почему мы убьем не менее 300 монстров за три недели. Тиа посмотрел вниз. На данный момент нам нужно больше информации о монстрах. Кью, Кью. Ава спрыгнула на землю, прежде чем постучать по ней несколько раз. Я не понимаю. Тиа в замешательстве покачал головой. Ава вдруг зачерпнула грязь и бросила ее. Значит, ты хочешь, чтобы я использовал землю? Нет, ты хочешь, чтобы я использовал свой телекинез, чтобы бросить в них гигантский кусок земли? Ава несколько раз кивнула, подтверждая догадку Тиа. Это невозможно. Во-первых, я не думаю, что это будет так хорошо, как атака. Что касается отвлечения, то это не даст нам слишком много времени. Следовательно, нам нужен другой план. Кроме того, из-за ограничения нашей выносливости и магической силы, я думаю, от 50 до 100 зомби в день будет достаточно. Это должно позволить мне повышать уровень три раза в день. Через несколько дней это будет немного медленнее, потому что мой уровень будет приближаться к их уровню, но я не считаю это недостатком. Моя сила обязательно достигнет уровня, когда мне больше не нужно будет бояться этих зомби. Тиа на мгновение задумался и посмотрел на всю долину. У меня есть идея. Кью. Ава заморгала от волнения. Мне нужно ваше сотрудничество. Вместо того, чтобы вы сражались с двумя из них, пока я отбиваюсь от восьми, мы будем сражаться вместе. Другими словами, вы убьете больше, чем двоих, пока я вас поддерживаю. Тиа улыбнулся. Кью. Да. Ты будешь впереди. Я буду поддерживать тебя сзади, прежде чем убить их, когда придет время. Конечно, я собираюсь убить больше. Как ты думаешь, ты сможешь победить меня? Тиа ухмыльнулся. Кью. Кью. Ава надулась и отвела взгляд, словно не согласна с этим утверждением. Хорошо. Битва началась. Тиа улыбнулся. Сейчас я хочу, чтобы вы дождались моего сигнала, прежде чем двигаться вперед. Я предполагаю, что у зомби есть определенный диапазон восприятия, позволяющий им осознать наше присутствие. Другими словами, пока мы не достигнем их диапазона, мы не будем призывать больше зомби. С этой стратегией мы можем справиться с тремя пятью из них за раз, что позволит нам убить в общей сложности 50 к 1 сотне зомби в день, сохраняя при этом достаточно магической силы. Ава кивнула, соглашаясь с Тиа. Она запрыгнула ему на плечо, как будто ждала там, пока Тиа не подаст сигнал. Увидев ее сотрудничество, выражение лица Тиа стало серьезным, когда он еще раз взглянул на движение зомби. Пойдем. Тиа снова использовал свой телекинез, чтобы спустить их с холма. Как только они ступили на землю, в сотни футов от них, трое зомби внезапно обернулись. Остальные сделали то же самое только после того, как трое зомби отреагировали так. Тиа сузил глаза, отмечая их реакцию, и отпрыгнул назад, чтобы не разбудить других зомби. Было три воина зомби, один маг зомби, два лучника зомби и четыре рыцаря зомби, поэтому он знал, что это будет тяжелая битва. Наши цели, маг и лучники. Те, у кого в руках посох и лук, сказал Тиа и призвал своего клона. Кью. Ава несколько раз кивнула. Я отведу тебя к ним, так что будь готов. Тиа улыбнулся, выпуская свои волшебные пули, призывая в общей сложности сорок волшебных пулей. Он и его клон направили эти пули вперед, когда четыре рыцаря зомби выступили вперед со своими щитами. Тиа выпустил волшебные пули прямо, как будто он не собирался побеждать зомби, поскольку все, что им нужно было сделать, это поставить свои щиты впереди. Это то, что сделали зомби, когда бежали вперед, а зомби-воины следовали за ними. Тиа подождал еще немного, пока они не оказались всего в шести футах от него. Когда все они попытались вонзить в него свое оружие, Тиа, наконец, использовал свой блинг, перенося аву к зомби-лучникам и магу. Сейчас они прибыли прямо рядом с ними, готовясь начать атаку. Убивает время Тиа оставил своего клона, чтобы другие зомби не вернулись так скоро. Клон Тиа взмахнул рукой и толкнул воздух над ними к земле, на несколько секунд прижимая всех семерых. Тем временем Ава прыгнула к зомби-магу, который наложил заклинание, пытаясь поразить Тиа черным пламенем. Он скорректировал свою цель и выстрелил в Аву своим черным пламенем, но Ава покрыла свое тело синей молнией, когда она пнула пламя. Рассеяв его в сторону из-за явного давления, создаваемого ее молнией, этот удар продолжился прямо в голову зомби. Зомби был лучше, чем тот, с которым она сражалась, когда он поднял свой посох, блокируя тотальную атаку Авы. В тот момент, когда удар ударил по посоху, силы хватило, чтобы оттолкнуть его, оставив на земле небольшой и короткий след. Тем не менее, зомби-маг, казалось, был в порядке, поскольку он продолжал призывать другое заклинание. К несчастью для него, волшебные пули Тиа наконец показали свою мощь. Пули обогнули их и попали в мага сбоку, пробив в его голове несколько отверстий. Это не убило его, пробормотал Тиа, щелкая языком, зная, что, если голова зомби не будет уничтожена, зомби все еще может восстановиться. Ава услышала голос Тиа своими кроличьими ушами и быстро ударила ногой по голове, раздавив ее. Как бы он не хотел получить опыт от зомби-мага, такой роскоши у него не было. Как только он выпустил эти пули, лучники выпустили свои стрелы. Поскольку он только что использовал свой блинг, он не мог использовать его снова. Итак, Тиа использовал свои стихийные щиты, чтобы блокировать их атаки. Стрелы, однако, вспыхнули, распространяя черную энергию на его стихийные щиты, разъедая их до тех пор, пока ничего не осталось. Выглядит опасно, пробормотал Тиа и вонзил копье. Пушечный взрыв. Его пушечный выстрел рассеивал всю энергию в сторону, разрушая землю и поражая лучников зомби. Словно ожидая такой атаки от Тиа, двое лучников отскочили в сторону, чтобы избежать ее. Тиа последовал за тем, кто был справа, со своим копьем. Лучник выпустил еще одну стрелу, но Тиа ударил ее своим копьем, пока пробирался к зомби. Другая, очевидно, не позволила бы Тиа ударить ее, поэтому он прицелился еще раз, желая остановить Тиа хотя бы на секунду, чтобы позволить другому зомби уйти. К несчастью для него, его голова уже была перевернута вверх дном, когда он увидел, как маленький кролик дует ему в шею. После этого его зрение погасло после того, как маленький кролик ударил его своей молнией. Последнему лучнику потребовалось мгновение, чтобы увидеть своего товарища, павшего в руках Авы, хотя это была худшая ошибка, которую кто-либо мог совершить, столкнувшись с Тиа. Тиа воспользовался этим шансом, чтобы вонзить копьевшую зомби, прежде чем вытащить его, разорвав зомби голову на части. Убил зомби-лучника, Ехр 9700. Тиа кивнул Ави и обернулся, обнаружив, что его клон уже умер. Остальные семь зомби бросились на них. Если бы у них все еще была поддержка, это было бы тяжело, но имея только этих семерых, он был уверен, что убьет их за три минуты. Он призвал своего клона рядом с собой, когда они выпустили 40 волшебных пуль. Рыцари-зомби снова выставили свои щиты вперед, блокируя все на своем пути. Однако Тиа отправил волшебные пули в сторону и использовал способность отслеживания, чтобы зациклиться, попав зомби-воинам в спину. Зомби-воины взмахнули мечами, чтобы поразить все эти пули, но поскольку все они сделали одно и то же, Тиа и его клон снова использовали свой блинг и прибыли за рыцарями-зомби. Рыцари-зомби имеют самую медленную реакцию, в то время как зомби-маг и зомби-лучник плохо ориентируются в своем собственном окружении, что позволяет мне легко прикончить их из засады. Зомби-воин самый сильный, но бесполезен, если они заняты, пробормотал Тиа про себя, и его глаза налились кровью. А воспрыгнула с плеча Тиа и уничтожила одну голову, в то время как клон Тиа использовал внешний поток, чтобы ударить по голове, что дало тот же результат. Тиа ударил копьем первого и махнул им в сторону. Из-за медленного движения рыцаря-зомби они не успели отреагировать на такую атаку, поэтому последнему тоже отрубили голову, и он умер после того, как клон Тиа раздавил ее. Он достаточно насмотрелся на них в первом, поэтому Тиа улыбнулся и обернулся, игнорируя упавшие трупы и вместо этого сосредоточившись на живых. Осталось только три. Ива, возьми правильный. Мы с моим клоном займемся остальными. Кью. Ава кивнула и прыгнула вперед. Тиа сделал то же самое и столкнулся с воинами-зомби. Через минуту убил воина-зомби. Опыт 7800. Вы повысили уровень. Хэм, пожалуй, на сегодня все. Тиа посмотрел вниз, обдумывая свой выбор, прежде чем позвонить Аве. Ава, давай вернемся. Кью. Тело Авы тряслось, она отказывалась двигаться. Кью, Кью, что ты делаешь? Спросил Тиа с покерфейсом. Ава нанесла два удара вперед, как будто она все еще рвалась вперед. Однако сегодня мы не собираемся убивать больше зомби. Тиа беспомощно покачал головой. Кью. Ава широко открыла рот, так как была шокирована тем, что они больше не собираются драться, хотя Ава начала привыкать к этому. В то же время она подняла голову, все еще видя голубое небо. Солнце еще не взошло над их головами, так что она не понимала решения Тиа, особенно с их нынешним запасом магической силы, которого могло хватить еще на 20-30 зомби. Кью, Кью. Она пожаловалась, указывая вверх, сказав Тиа, что еще не утро. Однако Тиа ухмыльнулся, как будто посмотрел на дурака, сказав. Вот как, думаю, ты можешь не есть на неделю. Нужно вернуться в другую область, чтобы принести достаточно еды, чтобы продержаться здесь 7 дней, чтобы мы могли сосредоточиться на нашей охоте после установки нашего лагеря и нехватки еды здесь. Это больше не нужно, не так ли, Кью? Она сделала шаг назад, потому что испугалась за свою жизнь. Она быстро исчезла, но тут же обнаружила, что прыгает на плечи Тиа. Почему ты так быстро меняешь свое мнение? Просто иди и охотись на этих зомби. Тиа пожал плечами. Ава прижалась щекой к щеке Тиа, двигая ею вверх и вниз, как бы говоря ему, что она просто шутит. Кью. Ава, помоги мне принести этого, крикнул Тиа, волоча голой рукой шестифутового кабана. Такой большой монстр может продержаться целый день, так что это конец наших поисков. Кью. Ава кивнула и прыгнула к монстру, спрашивая Тиа, что он хочет с ним делать. Помоги мне столкнуть этого монстра к подножию холма. Кью. Ава согласилась без раздумий. Они охотились на нескольких монстров, которых Ава убила, чтобы позволить Тиа готовить. Она оттолкнула монстра сзади, применив мощную силу, которая явно не соответствовала размеру ее тела. Тиа, напротив, привел вместе со своим клоном четырех меньших, когда они вместе вернулись на холм. Когда они прибыли к подножию холма, Тиа использовал свой телекинез, чтобы поднять их всех на вершину. Обнаружив еще пять трупов, лежащих на траве, Тиа достал из сумки небольшой нож и сказал. В любом случае, я собираюсь одеть этих монстров и сохранить их. Следите за всей территорией, чтобы убедиться, что к нам никто не приближается. Мы не хотим, чтобы нашу еду украли. Верно, Кью? Ава кивнула и оставила его в покое. Тиа активировал кулинарные очки и искал способ сохранить мясо. Он следовал каждому шагу в соответствии с инструкциями. Например, слил их кровь и разрезал на куски. Он хотел убедиться, что монстры не испортятся, пока они останутся здесь. Как и ожидалось, ему потребовалось три часа, учитывая размеры монстров. После того, как он закончил, он установил палатку и другие вещи. К счастью, на этом холме не было монстров, и они были окружены деревьями, поэтому это место было трудно обнаружить с первого взгляда. И, как и предсказывал Тиа, он закончил свою работу только тогда, когда зашло солнце. Ава вернулась в лагерь, когда почувствовала восхитительный запах от приготовления пищи Тиа, которому явно помогали кулинарные очки. Тиа видел, как она пускала слюни, учитывая, что они пропустили обед из-за всех этих приготовлений. Садитесь сюда. Я закончу через пять минут. Тиа указал на свой багаж. Кью. Ава с радостью подчинилась, ожидая ужина. Час спустя, Ава легла на землю, потирая живот, как всегда. Однако она внезапно услышала что-то из долины, когда поднялась с земли с потрясенным выражением лица. Ее действие не ускользнуло от гластья. Он спросил, что ты делаешь, Кью. Ава указала вниз по холму, прыгая к лучшему месту без деревьев, позволяя им наблюдать за тем, что происходит в долине. Хотя Тиа не понимал намерения Авы, он все равно следовал тому, чего она хотела, и следовал за ней. Ава удивил ее, увидев три сотни зомби, мирно идущих по долине, как будто они просто прогуливались. Не было никаких признаков агрессивного движения, поэтому можно с уверенностью предположить, что восприятие зомби не улавливало никаких живых существ в долине. Тиа нахмурил брови, потому что увидел, что из него выходит больше рук. Всего в долине было около 500 зомби, и у Тиа перехватило дыхание. Он мог подозревать, что там тысячи зомби, но одного этого числа было достаточно, чтобы немного напугать его. Судя по тому, что он получил, зомби мог быть слабой стороной среди монстров редкого класса, но они все еще были монстрами редкого класса. 500 монстров редкого класса Тиа сглотнул. Это то, что я собираюсь убивать в течение следующих 7 дней. Внезапно земля начала дрожать, когда из-под земли вырвалось пламя зеленого цвета. Энергия была покрыта черным свечением, что делало ее еще более зловещей, особенно в нынешней темноте. Если бы Тиа не использовал свои очки ночного видения, он бы не смог увидеть это свечение. Тиа наблюдал за этой энергией, прежде чем обнаружил руку, выходящую из-под земли. Кью, Кью. Ава внезапно спустила штаны Тиа, привлекая его внимание. Ава. Тиа в замешательстве склонил голову. Кью. Ава постучала по земле несколько раз, прежде чем лечь на живот, глядя вниз на долину. Хочешь, я лягу? Кью. Ава яростно закивала, просять и ускориться. Хотя он не понял, что сказала Ава. Ее чутье должно было быть лучше, чем у него, поэтому он проследил за ее словами, чтобы увидеть, что она задумала. Он лег и немного пополз, чтобы получить лучший угол, наблюдая за тем, что исходит от этой руки. Тело начало обретать форму. На первый взгляд тело было похоже на тело зомби. Тут и там была гнилая плоть. На его теле было видно несколько отверстий, но половина его была скрыта грязью, прилипшей к плоти и костям. В отличие от других зомби, у этого не было кроваво-красных глаз, которые умели только убивать. Вместо этого в его зеленых глазах, казалось, была определенная доля мудрости. Тиа быстро достал свой Скайлинг и направил его на этого особенного зомби. Из-за их расстояния ему нужно было сделать это несколько раз, прежде чем он, к счастью, захватил лицо зомби, что привело к расследованию Скайнета. Скайнет быстро вытащил информацию зомби, которая почему-то его шокировала. Имя. Зомби Лич. Уровень. 251-255. Пиковый монстр редкого класса. Говорят, что у зомби достаточно мудрости, чтобы использовать по крайней мере пять магий или навыков. Зомби требует, чтобы тысяча трупов была принесена в жертву, чтобы сделать идеальное тело, чтобы перейти к монстру общего класса. Тело Тиа содрогнулось, когда он увидел объяснение. Монстр общего класса. Разве это не бесконечное дерево? Пробормотал Тиа, втягивая холодный воздух. Зомби Лич может также иметь возможность командовать всеми этими зомби. Я хочу сразиться с ним, но невозможно справиться со всеми сразу. На данный момент мне нужно отметить место Лича и следить за тем, чтобы не подходить слишком близко к этой области, уничтожая зомби. Если я смогу уничтожить их всех за семь дней, я, вероятно, смогу бросить вызов Личу. Но посмотрим, сказал Тиа, прежде чем его сердце ёкнуло. Самое страшное, что случилось с Тиа Явой, было, когда зомби Лич обернулся и посмотрел на вершину холма, словно чувствовал их взгляды. Тиа инстинктивно использовал свою иллюзию, чтобы они выглядели как обычное дерево. После этого взгляда зомби Лич нахмурил брови, прежде чем обернуться. Что это такое? Тиа глубоко вздохнул и спросил Аву. Я не думаю, что есть зомби, которые могут видеть так далеко вперед, верно. Но почему? Подождите, вокруг этого холма нет ни одного монстра. Это работа зомби Лича. Ава в замешательстве покачала головой. Кью. Я знаю, знаю. Ты похожа на Алию, так что думать буду я. Тиа глубоко вздохнул, глядя на зомби Лича и других зомби. В любом случае, я загрузил всю информацию о монстрах в свой детектор монстров, так что сначала я собираюсь взглянуть на Лича. Имя. Зомби Лич. Уровень. 251-255. Пиковый монстр редкого класса. Говорят, что у зомби достаточно мудрости, чтобы использовать по крайней мере 5 магий или навыков. Зомби требует, чтобы тысяча трупов была принесена в жертву, чтобы сделать идеальное тело, чтобы перейти к монстру общего класса. Это было то же самое описание, что и раньше, но он хотел взглянуть на подробное объяснение, поэтому он коснулся изображения Лича, которое было таким же, как и то, что он видел только что. Описание. Бывший некромант, который использует собственные заклинания, чтобы предотвратить неминуемую смерть. Он связан ограничением, которое заставляет некроманта оставаться на одном месте, пока он не завершит идеальное тело, чтобы бродить вокруг. Рекомендуется сражаться с некромантом днем, потому что ночью его навыки улучшатся. Существуют различные типы некроманта, такие как скелет-некромант, зомби-некромант и душевный некромант, в зависимости от предыдущего жизненного мастерства. Теос узел глаза и пробормотал. Разве это не означает, что некромант был человеком? Когда он собирался умереть, он наложил собственные заклинания, чтобы воскресить себя. Если это так, не означает ли это, что я столкнулся с бывшим человеком? Не то чтобы я не хотел убивать человека, но его навыки. Он все еще сохраняет свои навыки? Может использовать все свои прежние навыки? Затем Теа посмотрел на холмы его окрестности, прежде чем пришел к выводу. Подожди, не говори мне. Зомби-лич очистил все это место, потому что он хочет пригласить людей, ведь это вроде бы легкий путь. Убив их, Лич воскресил их в их нынешнем виде. Неудивительно, почему они сражаются, как люди. Но разве это не означает, что человек тоже может стать монстром? Это не имеет смысла. Теа стиснул зубы и посмотрел вниз, глубоко задумавшись. В его голове было много вопросов, но никто не мог ответить ему. У него просто не было знаний об этом, учитывая, что все знания в его уме были в основном о сражениях. Это время, когда я хотел бы, чтобы рядом со мной был кто-то. Они могут объяснить мне кое-что. Теа разочарованно покачал головой. Или будет лучше, если мы сможем использовать скайнет здесь? Кью. Ава серьезно посмотрела на Теа. Мы собираемся убить этого Лича. Это Лич героического ранга. Хотя он довольно силен. Меня одного должно быть достаточно, если мы будем сражаться один на один. Проблема в этих зомби. Если мы сможем уничтожить их первыми, я уверен мы можем взять Лича. Следовательно, я собираюсь убедиться, где этот Лич отдыхает, прежде чем истребить остальных зомби. Кью. Ава согласно кивнула, прежде чем запрыгнуть на его правую руку и закрыть глаза. Теа улыбнулся и беспомощно покачал головой, зная, что Ава решила заснуть первой, потому что Лич должен был спать днем. Однако прямо перед тем, как Теа сдвинулся с места, его и Ава встревожил громкий звук. Они широко открыли глаза и посмотрели на долину, обнаружив огромную рыбу, выпрыгивающую из воды. У рыбы была золотая кожа с красным плавником, и каждая чешуя, казалось, была покрыта синей точкой, из-за чего кулак было неприятно видеть. Сама рыба была 15 футов в длину или в 4 раза больше Лича. Тем не менее, что больше всего шокировало Теа, так это два длинных и острых клыка перед его ртом. Когда рыба подпрыгнула в воздух, их глаза переплелись. Лич и рыба, казалось, поняли, чего хотят друг от друга. Рыба открыла рот, когда речная вода начала течь к ее рту, пока она сохраняла свое положение в воздухе. В то же время Лич поднял правую руку, когда появилось зеленое пламя и охватило его руку. Рыба выплеснула всю воду изо рта, создав сильное вращающееся течение, которое могло сдуть Лича. В ответ на свою атаку Лич выпустил небольшую полосу огня, которая должна быть мгновенно погашена таким количеством воды. Тем не менее, результат отличался от того, что все могли ожидать. Огонь проник в воду и расколол ее во все стороны. Вода разбрызгала вокруг несколько зомби и сдула их прочь, но никто из них не погиб от этой атаки. Что? Пламя не погасло? Тело Теа вздрогнуло от удивления. Нет, пламя должно подавляться водой, но цель огня немного другая. Он пытается отклонить воду во всех направлениях, ослабляя свою силу. Вместо того, чтобы уничтожать или блокировать атаку, он отражает атаку. Сихан использовал ту же технику, но этот Лич разбросал его во все стороны. Для этого потребуется меньше усилий, потому что площадь контакта меньше, что приводит к большей силе. Я понимаю. Теа понял уровень Лича. Он прекрасно понимал, что Лич мог быть сильным человеком в прошлом, потому что его навыки были такими глубокими. Тем не менее, бой не был окончен. Увидев его неэффективную атаку, рыбе потребовалось несколько секунд, чтобы посмотреть на Лича, прежде чем прыгнуть обратно в воду. Прежде чем уйти, он нанес еще один удар, хлопнув его хвостом, создав волну 15 футов высотой, которая должна была смести зомби. Лич покачал головой и взмахнул рукой, создав зеленое пламя в форме полумесяца, которое разрезало волну на дне, уничтожив волну. Лич еще раз взглянул на рыбу, которая подплыла к углу реки. Готовясь взобраться на холм после этой атаки, их конфликт прекратился, что сбило те с толку. Поскольку Ава тоже была монстром, он подумал, что Ава что-то знала об их обмене, поэтому он спросил. Ава, что они только что сделали? Это территориальный спор? Ава нахмурила брови и покачала головой. Она также не могла получить это достаточно хорошо. В их разговоре было что-то странное, что заставило ее усомниться в намерениях этих двоих. Их столкновение было немного странным. Теа задумался над тем, что только что увидел. Кью. Внезапно Ава несколько раз ударила кулаком по воздуху, говоря Теа, что это была настоящая драка, а не шоу. Другими словами, два монстра, казалось, планировали убить друг друга. Они хотели убить друг друга, но не было ли столкновения слишком коротким? Спросил Теа. Кью. Ава ударила еще раз, в шоке открыла рот и убежала. Значит, рыба была слишком слаба и убежала? Ава покачала головой. Она ударила кулаком по воздуху, подошла к противоположной стороне и сделала то же самое. После этого Ава продолжала смотреть на свое отражение, фыркнула и покинула поле боя. Теа почесал затылок. На самом деле, он никогда не понимал Ава слово в слово. Все, что он мог сделать, это сказать что-то в соответствии с ее действиями. Для этого он был немного невежествен и начал думать о нескольких сценариях. К счастью, первое было правильным. Значит, рыба и лич были равны. Вместо того, чтобы тратить время впустую, они решили уйти на тренировку. Они хотят победить другую сторону при следующей встрече. Что-то в этом роде. Ава согласно кивнула. Это слишком сложно. Теа беспомощно покачал головой. В любом случае, наш план не меняется. Мы убьем Лича. Хотя он выглядит могущественным, я уверен, что одолею его одного за другим. Кью. Ава улыбнулась и снова устроилась поудобнее. Теа, напротив, продолжал наблюдать за Личем. К его удивлению, Лич время от времени использовал свои навыки, как будто он тренировался, чтобы победить рыбу. Именно в этот момент Теа понял, что Ава не ошиблась. Если он подсчитает всех этих зомби, которых нужно убить, прежде чем Лич, Теа будет уверен, что достигнет 225го уровня, чего должно быть достаточно, чтобы противостоять Личу с рангом героя. Следовательно, Теа был полон решимости найти Лича, убедившись, где он останется на ночь, чтобы не разбудить его завтра. Как и планировалось, на следующий день Теа наконец приступил к реализации своего плана. Поскольку он не знал, когда Лич спал, Теа решил не спать прошлой ночью, чтобы отметить место, где спал Лич. Отойдя немного дальше от этого места, Теа и Ава начали убивать зомби вдали от этого места, уменьшая их число. Поскольку разница в уровнях начала сокращаться, он больше не получал столько опыта, в результате чего его уровень остановился. За один день он мог повысить уровень только один или два раза, если ему повезет. Однако это был предел. Зная об этом ограничении, Теа все еще улыбался, как будто это было то, чего он хотел. Ава могла понять чувства Теа, потому что Теа мог сражаться со многими бывшими людьми, которые каким-то образом сохранили часть своих человеческих инстинктов и основ. Это было то, в чем Теа нуждался все это время. В конце концов, время, когда Теа встречался с людьми лицом к лицу, было не так уж и много. Были только школьные соревнования и несколько команд в Гранд Гая. Столкнувшись со всеми этими зомби, он позволил ему улучшить свое мастерство владения копьем, что укрепило его основы. Именно по этой причине Теа задержался в этом месте немного дольше и решил уничтожить всех зомби. Если бы он забрал этот результат обратно на землю, результат тренировки, которую он провел вместе со своим клоном, наверняка был бы быстрее и обильнее. На вторую ночь Теа снова увидел столкновение между рыбой и личом, как будто их столкновение никогда не прекращалось. Затем Теа продолжал убивать зомби вместе с Авой в течение нескольких дней, так как их запас еды также стал немного меньше из-за бесконечного желудка Авы. На шестой день Теа еще раз взглянул на свой статус. Имя – Теодор Гриффит. Статус – чемпион. Уровень – 223. Опыт – 106 314-167 545. Благословение. Бог озарства. Навыки. Быстрая энергия. Д. Клонирование. С. Выстрел из пушки. С. Волшебная пуля. С. Потоковое движение. С. Телекинез. Д. Мгновение. С. Стихийный щит. Д. Множитель иллюзий. Д. Управление иллюзиями. С. Атрибуты. Сила 320. Выносливость 200. Ловкость 204. Живучесть 200. Магическая сила 320. Бесплатные очки атрибутов 0. Думаю, опыт меньше, чем я ожидал. Теа вздохнул. Его первым ожиданием было достичь 225 Г уровня, но это казалось возможным, так как осталось всего 50 зомби, включая Лича. Ава. Мы собираемся убить только 30 зомби сегодня. Мы убьем остальных завтра. Кью. Пара снова спустилась с холма лицом к зомби. Или так все должно было быть. Однако все внезапно изменилось, когда он увидел 50 зомби, выходящих одновременно, несмотря на то, что он не входил в их зону действия. В то же время среди этих 50 зомби был один, вызвавший зеленое пламя при своем появлении. Он был никем иным, как зомби Личим. Но что больше всего шокировало Теа, так это то, что этот зомби вышел на самый фронт. Что? Он должен спать далеко. Теа внезапно осознал. В своем воображении он представил себе, как Лич выкапывает яму, чтобы прийти сюда, чтобы проснуться первым во время всей этой неразберихи. Я знаю, что Лич уже знает, что я убиваю зомби, но монстр, использующий стратегию. Разве это не только для монстра общего класса? Как бы он не хотел обдумать происшедшие у него на глазах, у него не было на это времени. Теа расширил глаза и щелкнул языком, понимая, что попал в наихудший сценарий. Теа быстро использовал свой блинг и схватил аву, прежде чем использовать свой телекинез, чтобы взлететь в небо. К несчастью для него, он увидел зеленое пламя, которое расширилось и превратилось в сеть, пытаясь поймать его. Поскольку он только что использовал свой навык скачка, у него не было другого выбора, кроме как принять эту атаку в лоб. ЦК-ЦК Теа щелкнул языком и поднял копье. Пушечный взрыв Он рассредоточил пушечный выстрел, чтобы получить достаточную дальность, чтобы сдуть все пламя. В то же время в общей сложности 10 лучников и магов призвали соответствующие силы. Из-за их нынешней расы их близость была преобразована в тьму, но это не означало, что они стали слабее. Все 10 атак полетели прямо на Теа. Клон Теа появился позади Теа и использовал флавматион, чтобы прыгнуть на несколько атак, получив сразу 4 стрелы. Как и ожидалось, клону было нелегко это сделать, потому что одна из атак попала в него. Клон был уничтожен, а Теа нужно было отразить оставшиеся атаки. Внезапно Ава обернулась и подняла ногу в сторону атакующих. Вокруг ее ноги начали сверкать молнии, так как она не могла высвободить всю свою силу на тело Теа. В конце концов, она не хотела бить его током. Кью. Она стреляла молниями и разбрасывала их во все стороны, пытаясь поймать их, но мимо ее атак проскользнул черный огненный шар и стрела. Ава на секунду запаниковала, прежде чем решила спрыгнуть с плеча Теа и сама ударить их. Теа сузил глаза и остановился на долю секунды. Поскольку Ава сделала это, чтобы защитить его, Теа быстро развернулся и схватил Аву, которая начала падать на землю. Попался пора. Когда он собирался убежать, Теа поднял голову, обнаружив на своей макушке огромное зеленое пламя. Пламя упало на него сверху, когда Теа инстинктивно использовал телекинез, чтобы столкнуть его на землю, избегая этого пламени. Благодаря своей скорости ему удалось оторваться от пламени на достаточное расстояние. Теа использовал это время, чтобы стабилизировать свое положение на земле, и прыгнул влево. Пламя коснулось земли и взорвалось, охватив местность и превратив ее в кратер. Волшебные пули. Теа призвал своего клона и призвал в общей сложности 160 волшебных пуль, запустив их в стаю зомби. Зомби-лич, казалось, наблюдал за этой атакой, в то время как зомби готовились принять пули. Теа планировал использовать этот шанс, чтобы сбежать, но зомби-лич издал глухой рев. Удивленный этим, Теа взглянул на него и увидел, что все зомби гонятся за ним, в то время как эти зомби-лучники и маги окружили его с неба, не давая ему летать. Зомби-лич, напротив, показал неожиданное умение. Он дважды постучал по земле, прежде чем его тень превратилась в круг с его высотой в качестве радиуса. Десять щупалец вышли из отверстия и достигли волшебных пулей, раскачиваясь влево и вправо, словно пытаясь поймать каждую волшебную пулю. Выражение лица Теа стало серьезным, поскольку Лич, казалось, собирался убить его в этом месте. Окруженный, Теа решил сразиться с зомби. Ава, мы собираемся убить их. Я пошлю тебе сигнал, так что готовься к бою, сказал Теа, отпрыгивая в сторону, убегая в более глубокую часть таинственной долины. Он планировал отправиться в долину Большого Греха, чтобы зомби столкнулись с монстрами. Почувствовав его намерение, зомби Лич издал еще один рев, когда зомби-воины и ассасины преследовали его, не давая ему сбежать. Скорость ассасинов была намного выше, чем у него, поэтому они быстро догнали его. Теа взглянул на десять убийц и развернулся, нанося им удары копьями. Половине убийц удалось защитить свое тело кинжалами, в то время как у другой половины в этом не было необходимости, так как копье Теа не достигло его. Хотя это и прискорбно, Теа решил, что достаточно остановить некоторых из них. Он мог швырнуть остальных на землю, используя свой телекинез, чтобы сдавить воздух над ними. Бам! Все ассасины упали на землю, но сумели удержаться телом и начали атаковать его, хотя и с меньшей скоростью. Это было только для того, чтобы выиграть время, поэтому Теа быстро развернулся и изменил направление, убегая от них на правую сторону долины. В конце концов, река была в пятидесяти футах от них. Внезапно с неба обрушился еще один залп черного пламени. Теа щелкнул языком и использовал свой блинг, чтобы избежать их. Бам! 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 Черное пламя сожгло всю траву, а окружающие начали чахнуть. Ава, приготовься! Мой клон скажет тебе, что делать, сказал Теа со спокойным лицом, как будто все еще было в пределах его ожидания. На самом деле, выражение его лица говорило ей, что они собираются контратаковать. Ава кивнула с серьезным выражением лица, не желая разочаровывать Теа. Кью! Хороший! Внезапно клон Теа снова появился рядом с Теа, когда он схватил Аву, прежде чем исчезнуть. Это, безусловно, заставило зомби заколебаться и начать искать местонахождение двоих, но прежде чем они успели что-либо сделать, Теа изменил направление и изо всех сил прыгнул вправо, пытаясь добраться до реки. Мне повезло, улыбнулся Теа. Чуть подальше Теа увидел отражение золотой чешуи и рыба мигала в воде. Он быстро использовал свои волшебные пули и выстрелил в рыбу. Магическая пуля. Все эти волшебные пули попали в воду, но рыба мигала продемонстрировала невероятный рефлекс, прыгнув в воздух с широко открытым ртом. Теа сглотнул, когда увидел эти ужасающие зубы. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы улыбка с его лица исчезла. На самом деле, улыбка стала еще более интенсивной, поскольку все шло по его плану. Правильно. Сейчас раннее утро, и рыба должна быть на пути к озеру Ламберт. В таком случае, этот парень обязательно появится передо мной, пройти это место. Враг моего врага, мой друг. А теперь иди. Сразись за меня с зомби-личем. Теа ухмыльнулся, хотя рыба не остановилась на своем пути и повернулась к зомби-личу. Это продолжалось так, как будто рыба сначала хотела сожрать Теа. Сразись с зомби-личем за меня. Теа ухмыльнулся, глядя на рыбу, которая вот-вот поглотит его. Даже зомби-лич отступил в сторону, не ожидая увидеть Теа, использующего этот дерзкий ход. Однако рыба не собиралась преследовать зомби-лича. Он просто хотел сожрать Теа, который был в пути. Ты должен просто следовать за мной, вздохнул Теа, указывая большим пальцем на зомби-лича. Иди туда. Это приказ. Рыба выпустила свое убийственное намерение, готовясь проглотить его целиком, но мучительная боль внезапно распространилась по ее телу. Правый глаз рыбы вдруг что-то понял. Он видел, как к его телу приближался небольшой предмет. Рыба подумала, что это просто белый камень из-за его маленького размера, но оказалось, что это другое чудовище, похожее на него. Теа улыбнулся. Вызвав своего клона, он отвел Аво на другую сторону текущей реки и спрятался в иллюзии. Все было ради этого момента. Кью. Ава выпустила свою молнию, встряхнув тело, когда искра отправила рыбу в сторону зомби-лича. В то же время Ава посмотрела на Теа, задаваясь вопросом, хорошо ли она поработала или нет. Теа улыбнулся и поднял большой палец вверх. Убедившись, что рыба прыгает, словно ища воду, он взял Аво и использовал свой блинг, чтобы отправить их в другое место рядом с этим местом и спрятаться. Затем Теа призвал свою иллюзию, чтобы она смешалась с окружающей средой, наблюдая, как рыба и зомби-лич сражаются. Мигала-рыба взмахнула плавниками, чтобы прыгнуть, пытаясь увидеть, где спрятались Теа и Ава, хотя ему было трудно их найти, особенно в этой ситуации. Тем не менее, Теа был удивлен, когда зомби-лич уже сменил цель, хотя было очевидно, что у Лича было достаточно ума, чтобы сначала преследовать Теа, прежде чем заняться рыбой. Теа прищурил глаза, наблюдая за этим жестом. Лич умер из-за рыбы-мигала. Он хочет, чтобы тело и армия разобрались с рыбой. Ему не пришло в голову ответа, но он мог видеть действия Лича. Лич взмахнул рукой и выпустил зеленое пламя, струящееся подобно волне, пытающейся поглотить рыбу. Почувствовав эту опасность, рыба быстро взмахнула хвостом, чтобы отбросить тело обратно в реку. Внезапно рядом с рекой появились 10 рыцарей-зомби и одновременно ударили рыбу своими щитами, создав достаточно силы, чтобы оттолкнуть рыбу. Рыба была удивлена, но у нее не было больше времени, так как зеленое пламя собиралось поглотить ее. От нечего делать рыба развернулась, прежде чем позвать воду из реки. Вода лопнула и растворилась в воздухе. Однако рыбы в воде не было, поэтому все, что он мог назвать, это водяной поток 6 футов в диаметре. Вода потушила огненную волну, образовав маленькую дыру в теле огненной волны. Несмотря на то, что рыба была меньше своего размера, она прыгнула прямо в эту яму, чтобы избежать этой атаки. Хотя это было ненадолго, когда рыба прошла мимо огня, остались следы ожогов. Несмотря на это, рыба проигнорировала рану, собрала всю воду в рот и выплеснула ее прямо на зомби-лича, как дыхание. Зомби-лич щелкнул пальцами, когда из-под земли появились три надгробия из синего света. Три надгробия высвободили свою энергию вперед, образовав перед личем круглый щит. Вода могла попасть только в щит, так как последний разгонял воду во все стороны. Предполагалось, что это будет успешная защита, но рыба воспользовалась этим шансом, чтобы сократить дистанцию и ударить лича хвостом по голове. Зомби-лича отбросило ветром, и он несколько раз покатился по земле. Однако состояние рыбы тоже было не очень хорошим, потому что рыба решила отказаться от своего тела. Рядом с рыбой было пять воинов-зомби, которые одновременно наносили ей удары. Даже убийцы были готовы сразить эту рыбу, хотя у рыбы все еще было достаточно энергии, чтобы дать пощечину всем этим зомби-убийцам, сдувая их в реку. Тео внезапно появился рядом с рекой со своими волшебными пулями и пушечным выстрелом. Он взорвал пятерых зомби-убийц своими волшебными пулями, используя свой скачок, чтобы оказаться рядом с ними. Затем он изо всех сил вонзил свое копье, создав достаточно силы, чтобы уничтожить все в определенной области. Этот пушечный выстрел уничтожил зомби-убийц, поскольку вокруг была забрызгана кровь, в том числе речная вода, которая на долю секунды стала красной, прежде чем снова стать прозрачной. Убил зомби-убийцу. Опыт 2500. Убил зомби-убийцу. Ехр 2760. Ухмыляясь, он увидел 10 уведомлений. Я знаю, что ты в восторге от боя, но я все равно буду тем, кто убьет всех вас. Когда он сказал эти слова, Тео снова исчез, показывая, что это всего лишь клон Тео, а настоящее тело все еще где-то спрятано. Увидев, что Тео только что убил своих подчиненных, зомби-лич понял, что битва станет сложнее, если он не сможет покончить с рыбой как можно скорее. Он все равно получил достаточно преимущества от того, что Тео бросил рыбу на землю. Затем он поднял свой посох, когда его тень расширилась, создав круглую черную дыру под ним. Его глаза вспыхнули, когда 10 щупалец появились из отверстия. Щупальце попыталось схватить рыбу, но Та снова замахала хвостом, создав достаточное давление ветра, чтобы сдуть большую часть щупалец. К сожалению, трем щупальцам удалось ухватиться за голову, пытаясь связать рыбу. Но прежде чем они успели это сделать, рыба открыла рот и пронзила два щупальца своими длинными клыками, разорвав их на части, тем самым освободившись, поскольку одного щупальца было недостаточно, чтобы удержать его. Зомби-маги и лучники осыпали рыбок своей магией и стрелами. Вместо того, чтобы уничтожать их атаки, рыба решила сделать смелый ход. Он взмахнул боковыми плавниками, когда вода, которую еще не успела впитать земля, полетела к этим зомби. Капли воды собрались, чтобы создать пузырь размером с ладонь, прежде чем немного расшириться и изменить свою форму на гвозди. Их тела и головы пронзили более 20 гвоздей. Именно в это время Та снова вышел из своего укрытия со спокойным выражением лица. Опыт принадлежит мне, опыт принадлежит мне. Та использовал свои волшебные пули, чтобы пронзить еще пятерых зомби, прежде чем взбить остальные головы с их тел голым кулаком. Зомби ничего не могли сделать, потому что капли воды делали их бесполезными. Убил зомби-мага. Опыт 2500. Убил зомби-лучника. Ехр 2760. Та улыбнулся, прежде чем снова исчезнуть, ничего не оставив после себя. В любом случае, он не принес копья, поэтому его клону было легко бросить все, в отличие от первой попытки, когда ему нужно было позволить копью упасть на землю и оставаться там некоторое время. Зомби лично хмурил брови, задаваясь вопросом, чего хочет Та. Сначала он запускал рыбу на сушу, ослабляя ее силу. В обычном бою рыба, очевидно, умрет, если сразиться с личом. Тем не менее, каждый раз, когда у него была возможность, Та убивал зомби, еще больше ослабляя лича. Тем не менее, цель его мести была перед его глазами. Зомби лич решил пока проигнорировать намерение Та и в первую очередь сосредоточился на рыбе. Пока он мог убить его, он мог подумать о том, как обращаться с Теопозже. Лич поднял посох и вызвал зеленое пламя в форме полумесяца. Рыба сузила глаза и снова открыла рот, останавливая зеленое пламя двумя клыками. Однако именно этого лич и хотел все это время. В тот момент, когда зеленое пламя коснулось клыков, оно обогнуло два клыка и окутало их. Эта атака содержала мощную токсичность и коррозионную силу, расплавив два клыка и врезавшись только в третий оставшийся. Рыба расширила глаза. Он на секунду запаниковал и снова замахал хвостом, пытаясь вернуться в воду как можно скорее. Даже зомби лич, казалось, был удивлен такой реакцией рыбы. Тем не менее, он никогда не собирался отпускать рыбу. Он вызвал еще одну волну зеленого пламени, пытаясь проглотить рыбу. В то же время зомби-воины и зомби-рыцари поджидали рыбу у реки, преграждая ей путь. Когда рыба уже почти достигла их, они атаковали вместе, одновременно нанося удары. К несчастью для них, у рыбы был еще один козырь в рукаве. Вода внезапно вырвалась наружу и забрызгала все вокруг, отбросив зомби. Некоторым зомби удалось удержаться, но они могли видеть только рыбу, прыгающую в воду. Однако Тиа, который явно хотел убить эту рыбу, не дал рыбе добиться того, чего он хотел. Ава вновь появилась вместе с Тиа на противоположном берегу реки. Они оба вместе прыгнули к рыбе. Ранее из-за этой техники рыба не могла двигать своим телом. Несмотря на то, что вода была всего в нескольких шагах от него, добраться до нее казалось невозможным, несмотря ни на что. Это была мысль рыбе, прежде чем Ава снова ударила ее, запустив рыбу обратно в зомби-лича. Тиа, с другой стороны, воспользовался шансом, который дала ему рыба. Разрушив формацию зомби, чтобы вызвать 40 волшебных пуль своим клоном, взорвав головы большинства зомби. Затем настоящий Тиа использовал свое копье, чтобы убить оставшихся зомби, в то время как его клон подобрал копье, которое он уронил ранее. Затем все трое встали рядом с рекой, глядя на лича и других с улыбкой. Зомби-лич был ошеломлен. Затем он понял, что рыба дала Тиа возможность убить почти 40 зомби, которые у него были. Кроме того, рыба была сильно ранена, что делало ее легкой мишенью, даже если рыба каким-то образом победила его. Другими словами, Тиа хотел убить их обоих, заставив их столкнуться друг с другом. Его ненависть к рыбе была еще одним катализатором, вступившим в игру. Зомби-лич вдруг задумался, стоит ли ему сражаться с рыбой или нет. В конце концов, он приказал остальным зомби сразиться с Тиа, не дав ему вмешаться в дуэль. Его время должно было закончиться в прошлом, так что будет ли он мертвым или живым после убийства рыбы, это уже не имело значения. Рыба все еще не обращала внимания на намерения Тиа и думала, что Тиа просто хочет помочь ему уничтожить этих зомби. Следовательно, он позволил Тиа делать все, что он хотел, даже несмотря на то, что кролик рядом с ним дважды пнул его. Если он убьет зомби-лича, все будет кончено, почувствовав сильное желание убить рыбу. Зомби-лич ответил на этот вызов, щелкнув пальцами. Три надгробия, сделанные из света, вновь появились из-под земли. Рыба бросилась на лича, махая хвостом, пытаясь ударить лича оставшимися клыками. Несмотря на то, что оба клыка были уничтожены, они все еще должны быть достаточно мощными, чтобы пронзить тело зомби. К несчастью для него, зомби-лич хлопнул в ладоши, собрав всю энергию трех камней, чтобы сформировать перед собой большой синий щит. Два длинных зуба ударили по щиту, пытаясь разбить его. Однако ситуация оказалась иной, чем он ожидал. Щит отказывался ломаться и на мгновение удерживал это огромной рыбе тело в воздухе. Это позволило личу приказать пяти зомби атаковать рыбу. Бам! Рыба открыла рот от боли и упала на землю с пятью огромными ранами на теле. Лич хотел убить рыбу, но ему в поле зрения попали два огонька и попали в голову рыбы, проделав в ней две дыры. Каждое отверстие было размером с человеческую голову, поэтому рыба очень скоро погибла. Тело лича вздрогнуло и обернулось, увидев, что Тя, его клон и Ава наконец подошли к ним. Вскоре он понял, что все десять зомби были побеждены в одно мгновение. Я уже сказал, что ты можешь выиграть битву, но я буду тем, кто получит опыт. Тя ухмыльнулся и поднял копье. Ава, ты и мой клон, позаботитесь о пяти зомби. Я сам разберусь с личем. Кью. Ава яростно кивнула, выпуская молнию. Тя направил свое копье на лича с улыбкой на лице. Есть только ты и я, есть только ты и я. Тя улыбнулся. Из-за того, что Тя взял на себя убийство, зомби лич кипел от гнева. Лич поднял свой посох, вызвав над их головой огромный черный огненный шар. Тя нахмурил брови и быстро использовал свой телекинез, чтобы запустить себя. Тем не менее, Лич был ошеломлен, когда Тя полетел прямо на него, а не в бок, и оттолкнул его телекинезом, используя этот прием, чтобы увести их обоих от приближающегося огненного шара. Это не Тя спасает зомби лича. Он просто не хотел, чтобы зомби лич убил себя этой атакой, так как он не мог получить свой опыт и убийство или навыки, которые могли выпасть из лича. Бум! Огненный шар охватил землю и превратил ее в кратер, в то время как несколько зомби были поглощены этим пламенем. К счастью, клон Тя и Ава достаточно отдалились от них. Тя посмотрел на Лича в нескольких футах от него и закричал. Бесполезная борьба. Я убью тебя прямо сейчас. Внезапно рядом с Личем появился клон Тя, вонзающий свое копье. Пушечный взрыв. Лич расширил глаза, уклоняясь от пушечного выстрела Тя, хотя он и отрубил ему правую руку, когда он уронил посох на землю. Лич был сбит с толку, так как Тя сказал, что хочет сразиться с ним один. Это было оскорблением. Увидев гнев в глазах Лича, Тя зло ухмыльнулся, сказав, как будто он не сделал ничего плохого. Я никогда не лгу тебе. Мой клон это я сам, так что, по сути, я все еще сражаюсь один. В то же время Тя использовал свое умение скачок, чтобы появиться позади Лича и вонзить копье ему прямо в голову. Почувствовав его присутствие, Лич развернулся и наклонился влево, избегая этой атаки. Однако клон Тя пригнулся и полоснул Лич обе ноги, прежде чем настоящий Тя отшвырнул его. Лич был в шаге от смерти, поэтому Тя приготовился прикончить его волшебной пулей. В этот момент он не мог не вспомнить одно воспоминание. Несколько лет назад в этой долине стоял мужчина средних лет. Он был смелым человеком, который бросал вызов всем, кого видел, включая монстров. Вот почему он был один в этой долине. Там было множество безжизненно лежащих монстров, поскольку он убил каждого из них. Тем не менее, его тело также было сильно ранено после сражения с пятью-десятью монстрами в одиночку. Его зеленые волосы качнулись влево, когда он глубоко вздохнул, говоря, Вот оно, уже темно, и я едва вижу врага. Пора отдохнуть, так как ночью сюда не должен приходить монстр. Однако, когда он уже собирался обернуться, он услышал плеск речной воды, как будто что-то большое ударилось о воду. Мужчина средних лет нахмурил брови и попытался проверить. При едва достаточном свете ему нужно было подойти к реке, чтобы узнать, что происходит, хотя это действие оказалось роковой ошибкой. Огромная волна воды появилась в его поле зрения всего в нескольких футах от него. Он отпрыгнул назад, но его все равно захлестнула волна. В конце концов он покатился по земле, прежде чем поднять свое осознание, чтобы проверить свое окружение. Его внимание привлекли несколько водяных шипов над головой, которые уже упали на него, пронзив руки и ноги. Аркх. Его тело не было особенно мускулистым, так как он был некромантом. Как некромант, у них было два пути. Первый заключался в том, чтобы пойти по пути магии, используя родство тьмы, чтобы владеть многими видами магии, которые могли помочь нежити в бою. Или он мог пойти по пути нежити и усовершенствовать свой собственный призыв нежити. Он выбрал первое, поэтому в тот момент, когда его пронзили, он быстро успокоился и вызвал из-под земли кладбище. Кладбищенская жертва. Мужчина поднял глаза и увидел рыбу, выпрыгивающую из реки и набирающую воду ртом. Рыба выпустила всю воду и использовала течение и высокое давление, чтобы отбросить его. Мужчина же, напротив, использовал свою кладбищенскую жертву, чтобы получить магическую силу мертвых и сформировал огромный синий щит. К сожалению, вода оказалась сильнее, чем он ожидал. Разбила его щит и пронзила тело, образовав дыру в животе. Что, в одно мгновение, хотя я еще не достиг ранга героя, я должен быть в состоянии противостоять этой рыбе в течение нескольких раундов? Это была последняя мысль в его голове. Это была такая нелепая мысль, но она очень подходила ему. Чего он хотел, так это битвы, которая могла бы сделать его сильнее, поэтому он бросил вызов этим монстрам. Однако казалось, что ему просто не повезло, когда он столкнулся с этим монстром. Я сражаюсь, сколько себя помню. Это правда, что для меня честь умереть в бою, но это унижение. Нет, я отказываюсь умирать. Даже если мне нужно будет умереть, я потащу своего врага вниз. Мужчина средних лет не хотел умирать, не из-за великой цели или сложных эмоций. Он просто хотел победить. Он отказался проигрывать и пообещал себе бороться до самого конца. И этот драйв, хотя и не глубокий и странный, принял решение за него. Если я не смогу победить тебя, я не смогу покоиться с миром. В таком случае, сколько бы времени это ни заняло, я убью тебя. Рука мужчины средних лет была покрыта пламенем черного цвета, когда он сжигал собственное тело, которое оказалось пламенем, превратившим его в зомби. Рыба просто проигнорировала его и вернулась к холму, но бывший человек проснулся и помнил только тот последний обед. Он продолжал строить свою армию нежити, чтобы убить рыбу. Тем не менее, посреди воспоминаний о своей жизни Лич вспомнил о реальности. Когда он собирался убить своего заклятого врага, два луча света пронзили голову Мигалорыбы, убив ее. И он мог только стоять в шоке. С последней борьбой и сожалением в уме Лич поднял руку, пытаясь схватить Теа за ногу. Однако Теа использовал волшебные пули, чтобы полностью уничтожить его голову, убив его. Видя такую борьбу со стороны зомби, выражение его лица как-то помрачнело. Убил зомби Лича. Опыт 3400. Вы повысили уровень. Несмотря на то, что я увидел так много опыта и убил обоих монстров. Почему я чувствую себя опустошенным? Теа нахмурился. Почему я как-то чувствую себя опустошенным? На этот вопрос было трудно ответить, особенно с его целями, которые касались жизни многих людей. Он посмотрел вниз с мрачным выражением лица. Несмотря на то, что он укрепил свою решимость, все было совсем по-другому, когда ему нужно было столкнуться с этим лицом к лицу. И это был всего лишь монстр или бывший человек. Он думал, что с ним все будет в порядке, учитывая, что до этого он убил несколько человек, и все они были его врагами. Оба хотели убить его, но Лич просто следовал своему природному инстинкту монстра. Это напомнило ему об одном деле. Может быть время, когда ему нужно будет убить невиновного, которого он никогда не встречал. Мог ли он в то время это сделать? Что, если человек перед ним был хорошим парнем, который помог тысячам людей? Мог ли он все-таки убить его? В его голове мелькнуло множество вопросов, но, что более важно, в его сердце произошла небольшая перемена. Было бы это изменение хорошим или плохим для Тиа, он знал, что ему все еще нужно сделать шаг вперед. Собравшись с мыслями, выражение лица Тиа стало спокойнее, когда он посмотрел на Лича и положил руку ему на голову. Тишина внезапно нарушилась, когда Тиа увидел карты, выходящие из Лича. Навык. Три великие защиты. С. Эффект. Соберите магическую силу в окрестностях, чтобы сформировать три маленьких надгробия, которые будут действовать как антенны, образующие щит концентрированной магической силы. Щит можно перемещать и расширять, но пользователь не может двигаться, пока активен этот навык. Навык. Огонь зомби. Эс. Эффект. Создайте особый огонь, который может превратить обычных людей в нежить. Его можно использовать только для создания монстров чемпионского ранга или ниже, а уровень зависит от предыдущего уровня цели. Самоцвет Лича. Эс. Небольшой кристалл, ставший источником силы Лича. Он содержал всю темную энергию Лича. Три карты ранга Эс. Тиа расширил глаза, никак не ожидая получить такую щедрую награду. Две карты ранга Ц от монстра ранга героя. Это уже слишком много, и можно сказать, что вам очень повезло, когда вы сталкиваетесь с таким явлением, но этот зомби дает мне три-две карты навыков и одну карту материалов. Это эффект Лича, который тренировался только для того, чтобы убивать рыбу. Тиа нахмурил брови и посмотрел на карты, наконец изучив каждую из них. Хэм, у меня такое ощущение, что Лич Явелл можно продать по высокой цене, учитывая, что его можно превратить в идеальный посох для волшебника с темным родством. Я имею в виду, что он действительно нужен им в качестве глаза их посоха, и я уверен, что этот кристалл может повысить их силу и скорость произнесения заклинаний. Тиа кивнул и посмотрел на навыки. Первый навык – зомби-огонь. Обычно некромант вызывает только души мертвых, но этот может превратить человека в зомби. И нет никакого предупреждения, что они должны быть мертвы. Другими словами, их можно превратить в зомби. Сжег заживо. Такой коварный навык, я боюсь, что этот навык потрясет рынок. Пока что я не должен, я не продам его, так как это будет слишком опасно, если этот навык попадет в руки психопата, я все равно могу использовать его как материал для улучшения своего навыка. Кроме того, моя цель – создать хаос или хаотичную ситуацию, а не геноцид. Я могу использовать геноцид для создания хаоса, но хаос не обязательно возникает из-за геноцида. Тиа покачал головой. Даже бог азарства никогда не забирал жизнь, когда разыгрывал кого-то, кроме как в последний момент. Ну, давайте перейдем ко второму навыку. Три великие защиты кажутся полезными. Я видел его силу и думаю, что он намного мощнее, чем стихийные щиты. Это правда, что я не могу двигаться, используя этот навык, но у меня есть мой клон. Я могу стать неподвижной крепостью, которая будет посылать волшебные пули одну за другой. Немного разобравшись в этом навыке, Тиа вдруг с серьезным выражением лица схватил его. Он закрыл глаза, и карта внезапно исчезла из его рук, словно сгорела дотла. В навыках Тиа произошли изменения. Имя – Теодор Гриффит. Статус – Чемпион. Уровень – 226. Опыт – 13788-173-166. Благословение – Бог азарства. Навык. Тройная Великая Защита. Ц. Клонирование. Ц. Выстрел из пушки. Ц. Волшебная Пуля. Ц. Потоковое Движение. Ц. Телекинез. Б. Скачок. Ц. Стихийный Щит. Д. Множитель Иллюзий. Д. Управление Иллюзиями. Ц. Атрибуты. Сила 320. Выносливость 205. Ловкость 209. Живучесть 205. Магическая сила 320. Бесплатные очки атрибутов. Ноль. Ц. Согласно кивнул, увидев, что его быстрая энергия была заменена тремя великими защитами. В любом случае, у него были пушечный взрыв, волшебная пуля, телекинез и внешний поток для его силы атаки, поэтому ему нужна была мощная защита или мобильность. Поскольку эти три великие защиты были другого типа, чем его стихийный щит, он решил на время отказаться от быстрой энергии. Получив награду отличия, он направился к только что убитой рыбе. К сожалению, ничего интересного не нашел. Навык. Волноводы. Д. Эффект. Управляйте водой в окрестностях. Клык мегалорыбы. С. Мощный клык, который может улучшить близость к воде. Мегалорыбный плавник. Д. Питательный ингредиент, особенно для монстров с родством с водой. Это также может увеличить здоровье. Навык был бесполезен для него, у которого не было никакого родства. И это было то же самое, что и две карты материалов. Все, что он мог сделать, это продать эти карты. К. Ава подошла к нему после того, как Тиа закончил собирать свою добычу. Казалось, она почувствовала сомнение в глазах Тиа, поэтому спросила. К. Очевидно, Тиа не понял, что она сказала. Однако ему было достаточно ее обеспокоенного лица. Я в порядке. К. Тиа улыбнулся и кивнул, протягивая руку Аве. Ава быстро прыгнула к руке Тиа и посмотрела ему в лицо, чтобы убедиться в его состоянии. В любом случае, сегодня мы использовали слишком много магической силы, хотя сейчас еще утро. Но поскольку какое-то время здесь не будет монстров, давайте переместим наш лагерь поближе к долине Большого Греха. К. К. Снова спросила Ава, указывая на долину Большого Греха и размахивая рукой влево и вправо. Как мы собираемся действовать? Тиа неожиданно улыбнулся. Это просто несколько дней спустя. Тиа сел у костра, чтобы согреться, ожидая, пока кто-нибудь вернется. Когда он уже почти добрался до горячей воды, которую только что вскипятил, он почувствовал, что на его пути приближается еще одно присутствие. Это был никто иной, как маленький кролик Ава. Она только что прибыла после обхода района. У тебя есть что-нибудь для меня, Ава? Спросил Тиа, заметив, что Ава неестественно тиха. Обычно она начала бы говорить, чтобы рассказать ему обо всем, что пережила, но на этот раз Ава выглядела немного серьезной. Ава Тиа нахмурился, задаваясь вопросом, была ли это Ава или нет. Он проверил ее своим осознанием, заметив, что она не иллюзия. Еще раз взглянув на ее внешность, Тиа подошел к ней, протягивая руку. Как он и ожидал, Ава инстинктивно прыгнула Тиа на руку, как будто это было естественно. Кью. Выражение лица Авы растаяло, когда она наконец издала звук. Почему ты молчал раньше? Тиа попросил подтвердить ситуацию, желая узнать, в порядке ли Ава. Кью. Ава указала назад, подняв руки, как будто хотела выразить счастье в своем сердце. Кью. Кью. Хэм. Тиа в замешательстве склонил голову. Вы нашли что-то интересное? Ава яростно кивнула. Что это такое? Ава прыгала, пытаясь объяснить это Тиа, но, в конце концов, махнула рукой, как будто говоря ему, что он может увидеть это завтра. Брови Тиа дернулись после убийства зомби Тиа и Ава охотились по отдельности, потому что Тиа хотел тренировать свой новый навык, одновременно увеличивая скорость прокачки. Долина Большого Греха ничем не отличалась от мистической долины, за исключением небольшого, но крутого холма, который разделял долину на две части. По этой причине Тиа попросил Ава исследовать другой путь, пока он охотится на монстров на исходном пути. Конечно, Тиа позаботился об Аве в первые два дня, отправив с ней своего клона. В конце концов, монстры вокруг этой области были немного выше, чем в предыдущей долине. Все они были монстрами от 240 до 255 уровня. Тем не менее, Ава показала невероятную доблесть, сказав Тиа, что она немного повысила свой уровень, и никакие монстры с рангом героя не представляют для нее угрозы. Она могла легко справиться даже с монстром ранга героя, пока он был один. В конце концов, Тиа согласился позволить Аве исследовать мир в одиночестве под предлогом, что она даст ей возможность самой познать мир. Затем Ава начала свое приключение и обнаружила много вещей, которых никогда раньше не видела, сражаясь с монстрами, как обычно. Тиа тоже сделал то же самое и искал траву Пурплехази. К сожалению, эти несколько дней не увенчались успехом. Тиа и Ава не нашли ни единого намека на траву Пурплехази Грасс, несмотря на то, что обыскали почти каждый уголок долины. Затем, когда она вернулась сегодня, Ава казалась счастливой и указала на скайлинг Тиа, прося его достать его. Что ты хочешь? Спросил Тиа и достал свой скайлинг, открывая его для Эйвы. Ава указала на траву. Кью, Кью. Хотите узнать об этой траве? Ава покачала головой и несколько раз постучала по Тиа. А, ты имеешь в виду траву для миссии? Трава Пурплехази? Ава кивнула без колебаний. Только не говори мне, что ты нашел траву. Осторожно спросил Тиа, наблюдая за выражением ее лица. Кью. Ава гордо выпятила грудь, как будто говоря ему похвалить ее. Действительно, Ава надулась, когда увидела, что Тиа ей не верит. Она отвела взгляд, как бы говоря ему, что он пожалеет, что не поверил ей. Ха-ха, я верю, я верю, усмехнулся Тиа. Нам следует пока отдохнуть. Наш план состоит в том, чтобы я сначала достиг уровня 240, прежде чем бросить вызов монстру в озере Ламберт. В соответствии с нашим темпом нам все еще нужно 3-4 дня, так что да, это займет некоторое время. Ава понимающий кивнула. Тиа усмехнулся и погладил ее по голове и спине. Ее мех был гладким, и к нему все равно было приятно прикасаться. На следующий день Ава отвела Тиа туда, где она в последний раз видела траву. Долина выглядела так же, как и другая сторона, но вскоре Ава увидела небольшую трещину в скале. Ей было трудно даже увидеть, что внутри. Однако Ава быстро прыгнула в эту трещину, несколько раз нажав на нее. Кью. Трава там внутри. Тиа был сбит с толку, потому что никогда не думал, что Ава хочет, чтобы он разрушил скалу только для того, чтобы получить то, что им нужно. Но прежде чем Тиа произнес еще хоть слово, он посмотрел вниз и обнаружил прядь лиловой травы, выделяющуюся среди зеленых трав. Это разве это не трава Пурплехази? Спросил Тиауэйвэ. Ава кивнула и указала на трещину, говоря, что источник находится внутри утеса. Значит, это из-за постоянного поиска травы, что природный ресурс начал исчезать. Я имею в виду, что пурпурные травы тумана не должно быть так сложно найти в этой долине, согласно информации, так что это должно означать, что так много людей собирают траву Пурплехази, что популяция в этой области почти вымерла. Тиа нахмурил брови. Ава покачала головой, прежде чем открыть свои два фута на ширину. Внутри так много травы? Ава подтвердила это кивком. Но ты ведь не ожидаешь, что я разрушу этот утес, верно? Подожди. Тиа внезапно осознал, подошел к трещине и попытался заглянуть внутрь со всех сторон. Даже тогда он ничего не увидел. Вскоре он спросил себя, откуда Ава узнала, что внутри есть пространство. Этот ответ был шоком, когда Тиа ошеломленно уставился на нее. Как ты его нашел? Ава улыбнулась от уха до уха, отодвигаясь немного дальше, показывая Тиа маленькую дырочку, немного больше, чем ее настоящий размер. Кью. Ава самодовольно улыбнулась, как будто пришло ее время. В дыру такого размера могла войти только Ава или что-то поменьше. Между тем, причина цветения травы в этом районе, вероятно, была сквозной. Другими словами, трава мирно жила внутри утеса, а те, что жили снаружи, становились добычей людей. Вздохнул Тиа. Десять прядей считаются одной травой Пурплехази, поэтому нам нужно тридцать прядей. Ава широко раздвинула ноги, сказав ему, что число намного больше, чем это, и она хочет вынести все. Ладно, ладно. Мы можем легко продать лишнюю траву, но возьми только половину. Не бери все. Когда останется половина, она постепенно снова восстановит свою популяцию. Я не хороший парень, но это не так. Это не значит, что я не уважаю природу. Хорошо. Ава улыбнулась и подняла ногу. Кью. Ава быстро вошла в дырку. Ожидая ее, Тиа обыскала крестности, чтобы убедиться в их безопасности, прежде чем прислониться к утесу, глядя в голубое небо. Как мне выполнить четвертую миссию? Понятно, что эта миссия попахивает плохой схемой, учитывая, как быстро они отправляют миссию. Тем не менее, мне также нужно закончить это, чтобы получить шанс встретиться с Фенрером. Все, что я надеюсь, это то, что все стоит риска. В любом случае, мне нужно найти способ сделать это. Я строил несколько планов, но мне нужно выбирать между двумя большими вариантами. Смогу ли я раскрыть свою личность, чтобы увидеть, что они замышляют, или мне следует скрыть свою личность, чтобы они думали, что я просто случайный парень, который нападает на монстра. Если последнее, то, боюсь, это трудно сделать, потому что мой боевой стиль у всех на виду. В то же время, это ненормально, когда случайный парень бросает вызов монстру, потому что нет такой миссии, кроме моей личной миссии. Кроме того, если я выберу первое, я смогу сначала узнать их намерения, прежде чем обращаться с ними соответствующим образом. Но у меня нет гарантии, что она решится легко. Итак, что мне делать прямо сейчас? Теа обдумывал свой выбор, не желая принять неправильное решение. Как и ожидалось, неизвестный враг хуже, чем очень могущественная семья. Это тот же случай, что и семья Гриффит. Их сила выдающаяся, но я еще не знаю всей степени. Выражение лица Теа стало серьезным. Может быть, будет лучше, если я выберу семью? Нет, в любом случае, со мной будут обращаться как с одним из их активов. Вот и все. В любом случае, сейчас это не имеет значения. Мне нужно выбрать, как мне подойти к этому вопросу. Теа посмотрел вниз. Он замолчал на полчаса, прежде чем Ава наконец вернулась к нему. Кью. Ава наклонила голову, увидев мрачное выражение лица Теа. Она не знала, что за мысль у него была, чтобы сделать такое лицо. Она не хотела его будить, поэтому решила молча отойти, чтобы дать ему время. Однако вскоре она услышала голос Теа. Ава, ты закончила? Кью. Ава быстро обернулась и увидела, что выражение лица Теа сменилось на улыбку. Она улыбнулась в ответ и несколько раз кивнула. Кью. Затем она указала на те, что вытащила. Он был расположен рядом с дырой, в которую она вошла. Из-за размера дыры Ави пришлось вернуться несколько раз, чтобы положить эти травы, хотя Теа был в глубоких раздумьях, не в состоянии присматривать за ней. Теа в шоке расширил глаза, потому что увидел так много прядей. Это. Ты уверен, что это половина из них? Кью. Ава кивнула с серьезным выражением лица. Сколько их? 200? 300? Ава самодовольно улыбнулась, как будто справилась исключительно хорошо. Только 30 прядей могут дать нам миллион зилов. Если у нас есть столько, мы можем получить не менее 10 миллионов только с этой миссией. Помимо плоти зомби, я боюсь, мы можем получить не менее 20 миллионов за все есть еще клык рыбы мигала и этот драгоценный камень. Теа почесал затылок. Поначалу Теа думал, что в этой поездке они едва ли смогут заработать 10 миллионов. Однако это, безусловно, превзошло не только его ожидания, но и его воображение. Никогда в своих самых смелых мечтах он не думал получить столько денег от 4 миссий. Конечно, поиск покупателей для зомби и флэши пурпли Хази Грасс займет некоторое время, но это не должно занять еще месяц. Ха-ха, один месяц дает мне столько денег. Конечно, я должен благодарить тот факт, что мы можем получить больше, чем положено, но, вздохнул Теа. Думаю, получение миссии, требующей от нас принести предмет, пользующийся большим спросом, это хорошо, потому что мы можем отправить некоторые из них, продав их по той же цене. Конечно, нам очень повезло с этим. Теа рассмеялся. Как насчет того, чтобы потратить миллион только на пир? Я думаю, мы сможем получить тонну еды. Выражение лица Авы просветлело, когда она подпрыгнула от счастья. Кью. Ха-ха, с такими деньгами я сомневаюсь, что мы сможем закончить еду в течение месяца. И у нас также есть мясо нескольких монстров, которых я убил. Я не буду продавать их и просто готовить для вас. Ава была в восторге, так как она могла получить всю еду, которую хотела. Теа улыбнулся, увидев такую реакцию. Затем Теа подошел к траве и сел рядом с ними. Помогите мне разделить по 10 нитей на каждую. Я буду использовать траву вокруг нас, чтобы связать их. Это облегчит нам продажу этих трав. Кью. Она с радостью подошла к Теа и помогла ему. Тем временем Теа определился с курсом их действий, увидев этот результат. В любом случае, после этого мы вернемся в наш лагерь и установим новый возле озера. Я думаю, мы используем оставшееся время, чтобы тренироваться и готовиться к следующим 7 дням. Ава кивнула, откладывая 10 прядей, прежде чем отдать их Теа. Затем он сорвал траву рядом с собой и связал 10 прядей, используя это как временную меру. Теа тоже пересчитал их одну за другой. Похоже, Ава также вернула каждые 10 нитей, которые она нашла, так что они получили идеальное число для всего. Оказалось, что Ава принесла в общей сложности 430 прядей. Затем они вернулись в свой лагерь и принесли все к озеру. Конечно, он следил за тем, чтобы они не подходили слишком близко, потому что не знал, какой план они там встретят. В конце концов, Теа знал, что есть два типа сценариев. В первом сценарии был человек, который просто хотел встретиться с ним, отправив миссию, а во втором сценарии была засада. Подумав, Теа принял это решение и провел остаток дня, тренируясь, балуя Ава на следующий день. Озеро Ламберт представляло собой озеро, окруженное пологим склоном с двух сторон. Сами деревья заполняли только направление реки, а не склон. Вместо деревьев склон был заполнен зеленой травой и несколькими голубыми камнями. Прохладная атмосфера вызывала желание провести отпуск именно в этом месте. Однако они не могли этого сделать, потому что в озере был монстр. Монстра звали Лампа Сквидди. По сути, это был пресноводный кальмар. Поскольку это место было окружено монстрами, немногие посещали это место, кроме как за травой Пурплехази в долине Большого Греха. Это также было причиной того, что за пределами холма вела небольшая тропинка. По некоторым слухам, монстр вылезет наружу, если они останутся слишком близко к озеру, поэтому Теа разбил лагерь немного подальше. Внезапно на песок возле озера ступил молодой человек. Он принес только белые копья, на его лице была уверенная улыбка. Это был никто иной, как сам Теа. Он не надел маску и не взял с собой свою большую сумку. Просто он пытался бросить вызов монстру, как обычно, за исключением второго копья. Если взглянуть на эту сцену, можно подумать, что Теа хотел бросить вызов кальмару один на один. Теа на мгновение закрыл глаза, прежде чем поднять руку, формируя волшебную пулю. Словно почувствовав эту магическую силу, из озера внезапно появилось белое щупальце. Только ширина его составляла 10 футов, а высота достигала 100 футов. Теа стал немного серьезнее, когда узнал, с каким монстром ему предстоит столкнуться. Он не мог не вспомнить, как некий змей занес его в бездонное озеро. Я не видел, какого роста этот парень. Кроме того, ему легко кружить вокруг меня по холмам. По сравнению с ним этот монстр это просто маленький кальмар. Теа выпустил все свои волшебные пули в голову щупальца, пытаясь оторвать его. Он также использовал свою способность отслеживания, заставляя волшебные пули попадать прямо в середину головы щупальца. Бум-бум-бум. Произошла серия взрывов, когда щупальца отлетела в сторону и снова упала в воду. Внезапно из воды вынырнули еще три щупальца, а за ними остроконечные щупальца, в два раза толще остальных. Вскоре Теа нашел пару глаз на этом большом, зная, что это не щупальца, а основное тело кальмара. Сам кальмар был белым. Однако он, наконец, понял, почему кальмара назвали лампой кальмара. Внутри основного корпуса внезапно вспыхнуло несколько огней. Хотя солнечный свет подавлял свет, Теа все еще мог видеть синие огни за кожей кальмара. Когда эти огни засияли еще ярче, щупальца также излучали такое же свечение. Каждая щупальца, казалось, имела четыре источника света, причем первые два находились на кончике щупальца, а два других были рассеяны в длинной части. Теа нахмурил брови, когда увидел, как щупальца ударила по земле справа от него. Он думал, что оно промахнулось по нему, но вскоре щупальца двинулась вправо, охватив его. Теа использовал свой блинг, чтобы избежать его, снова появившись над щупальцем, но вскоре он увидел еще два щупальца, пытающихся шлепнуть его на землю. Он оставался спокойным и использовал свой телекинез, чтобы оттолкнуться влево. Было ясно, что Теа не слишком беспокоит размер. Несмотря на то, что досягаемость была больше, движение кальмара было слишком медленным, чтобы даже поспевать за ним. Однако вскоре все изменилось, когда из воды снова появилась первая щупальца, чуть не задев его сбоку. Теа щелкнул языком и применил пушечный выстрел и внешний поток, чтобы поразить кальмара. Кальмару не понравилось движение Теа, поэтому он противостоял атаке Теа, ничего не делая. Выстрел из пушки должен был сдуться, если не проделать дыру в щупальце. Или это должно было произойти. Внезапно два источника света на щупальцах ярко засияли, образовав небольшую сферу перед щупальцем. Теа расширил глаза, потому что его пушечный залп был отброшен в сторону, а щупальца продолжала свой путь к нему. Стихийный щит. Теа сформировал два стихийных щита, чтобы на секунду остановить щупальца. Тем временем он использовал свой телекинез, чтобы приземлиться на землю. Во время этого короткого полета Теа проверил оставшиеся руки кальмара, которые, казалось, помогали кальмару оставаться на плаву. Хэм. В отличие от кальмара с земли, у этого парня две пары щупалец. Теа улыбнулся и приготовился убить этого кальмара. Кроме того, мне нужно следить за этим синим светом. Похоже, он высвобождает магическую силу, такую как внешний поток, который помогает кальмару отражать мою атаку. Ну, я думаю, что чем сильнее монстр, тем он может использовать определенную степень пяти аспектов, но на интуитивном уровне. Только те монстры общего класса или выше, которые могут использовать его на интеллектуальном уровне. Я думаю, именно поэтому они намного сильнее, чем монстры нормального и редкого классов. Выражение лица Теа стало серьезным. Это редкий класс, я думаю. Если синие огни могут отражать мои атаки, боюсь, мне нужно нацелиться на определенную область, где нет света. Затем Теа увидел пару щупалец, скользящих слева и справа, заставив его снова использовать свой блинг. Поскольку кальмар хотел, чтобы он вернулся в воздух, он изменил свое направление и снова появился в 15 футах от своего предыдущего местоположения, полностью избегая щупалец. Он уставился на огромные щупальца, прежде чем высвободить свою убийственную волю. Однако у кальмара нет скорости, поэтому с ним легче иметь дело, чем с личим, если я буду осторожен. Я не хочу получить травму в этом бою. Теа улыбнулся. Внезапно позади него появилось еще одно присутствие. Теа нахмурил брови и обернулся, глядя на того, кто посмел устроить ему засаду. Но этот человек действительно потряс его. Он никогда не думал, что этот человек снова предстанет перед ним, особенно после того, что произошло на конкурсе. Скотт. Теа расширил глаза и позвал его по имени. Да, он был никем иным, как одним из трех больших хулиганов Теа, Скоттом Брауном Скотт Браун. Его внешний вид не мог быть более грязным. Его правая рука исчезла, осталось менее двух дюймов. Были бинты, останавливающие кровотечение, но оно уже было красным. Он даже показал черную точку как признак инфекции. Тело было настолько тощим, что можно было легко различить его кости. Тем не менее, что шокировало Теа, так это убийственное намерение, исходящее из его глаз. С маленьким кинжалом в левой руке Скотт изо всех сил ударил Теа. Однако его скорость нельзя было считать высокой, так как его уровень был намного ниже его. Теа уклонился от него, прежде чем ударить его ногой по спине, ударив рядом с щупальцем. Скотт Браун снова позвал Теа с мрачным выражением лица. Ты высокомерный ублюдок. Думаешь, ты хороший? Даже если я не смогу тебя убить, ты не сможешь сбежать отсюда живым. Скотт встал и громко расхохотался, рубя оставшуюся правую руку. Аркх. Кровь капала с его правой руки. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Скотт бросил отрубленную руку в воду. Увидев эту окровавленную руку, кальмар развернулся и погрузился в воду, как будто собирался оставить их в покое. Кальмар возвращается в воду. Теа сузил глаза, думая, что кальмар может больше не вернуться на поверхность из-за этой крови. Он думал, что Скотт хотел, чтобы он провалил свою миссию, чтобы повредить его репутации. Ты, ублюдок, убил мою семью. Скотт стиснул зубы, глядя на Теа. Из-за тебя мой отец и мать покончили жизнь самоубийством. Если бы тебя не было, мне не пришлось бы так страдать. Скотт имел в виду не что иное, как свою жизнь после того, как Теа сделал себе имя в основном соревновании. После такого обращения граждан компания, в которой работал его отец, решила его уволить. То же самое относилось и к его матери. Поскольку у них обоих не было работы, из-за издевательств Скотта люди пристально следили за ними, вся семья была на грани распада. В этот момент все начало разваливаться, так как многие люди воспользовались ситуацией, чтобы сделать свою жизнь еще более несчастной. При этом никто из их друзей или родственников не хотел им помогать, опасаясь такого же обращения. Не оставив другого выбора, его отец запил и спрыгнул с крыши. Мать тоже не вынесла печали и повесилась. Сердце Скотта было разорвано на части, его единственной мыслью была месть. Он продал все, что у него было. Даже если бы он мог получить только меньше половины первоначальных денег, поскольку было невозможно видеть в Скотте только подонка. К счастью, ему удалось собрать деньги и спланировать подобное убийство. Он не хотел отдавать его в руки убийц. Он хотел убить Тиа своим методом, в результате чего тот отправился в это место с небольшой группой, которая защищала его, пока они не достигли этого места. После того, как его запасы закончились, он съел собственную руку и выпил его кровь, чтобы утолить голод и жажду, ожидая, когда сюда придет Тиа. Однако то, что он получил здесь, было сотрясением головы от Тиа. Ты пожинаешь то, что посеял. Я всего лишь сирота, и я мог бы терпеть все эти обращения от Тиа и многих людей, просто чтобы дождаться своего шанса. Я терпел это целое десятилетие. Даже если бы мне нужно было спать в голоде, я все еще ждал шанса стать лучше. К сожалению, вы выбрали самый простой способ. Тиа покачал головой. Вместо того, чтобы сражаться, вы решаете убежать и сделать что-то подобное. Если это все, что вы можете сделать, тогда ты можешь умереть. Тиа беспомощно покачал головой. Вот почему ты сейчас в таком затруднительном положении. Как ты думаешь, ты сможешь помешать мне покинуть это место? Ха-ха, ты всегда такой высокомерный. Этот высокомерный человек придет и укусит тебя. Скотт рассмеялся, услышав громкие звуки с озера. Внезапно из воздуха появились восемь щупалец, когда два кальмара вместе вышли из воды. Два. Тиа в шоке расширил глаза. Это будет время, когда ваше высокомерие убьет вас. Скотт ухмыльнулся. В этом озере есть еще один кальмар, которого можно назвать только по крови. Я продал все, что принадлежит моей семье, чтобы купить информацию и установить эту ловушку для вас. Еще один кальмар, которого можно назвать только по крови. Тиа вздохнул, прежде чем четыре щупальца упали на землю и закружились вокруг них, словно собираясь их поймать. Ты только что использовал свой блинк, так что у тебя нет возможности сбежать отсюда. Ха-ха-ха. Скотт рассмеялся, готовясь умереть. Однако, к его удивлению, Тиа рассмеялся так же, как и он. Он положил руки на живот, словно не выдержав иронии. Я высокомерный? Я думаю, ты принимаешь мою высокомерие за что-то другое. Хоть я и веду себя так, я ни в коем случае не недооцениваю их, в том числе и тебя. Думаешь, я иду сюда, не зная, что это ловушка. Ха-ха. Скотт вдруг почувствовал что-то неладное. У Тиа было такое же выражение лица, как и у того, как он обманывал других людей на Гранд Гая. Он оставался спокойным и собранным, как будто все шло согласно его предсказанию. Он и не подозревал, что Тиа все это время сдерживал смех, потому что забыл, что те, кто представляет другие страны, были гениями в своей стране. В противном случае они не стали бы сражаться с ним и стали бы такой большой проблемой. Другими словами, он сражался с людьми того же поколения, которые были на гораздо более высоком уровне. Что касается Скотта, который не смог попасть даже в основное соревнование, с его стороны было глупо ожидать плана высокого уровня. Ведь вся схема оказалась только на этом уровне. В этом наша разница. Если бы такая схема могла убить меня, я бы умер несколько раз. Внезапно Тиа поднял средний палец и начал исчезать, оставив свое копье, чтобы показать, что это тело было просто клоном. Он не забыл сказать. Умри, глупый ублюдок. И спасибо за информацию. Тиа исчез, в то время как Щупальце поднялось к самой высокой вершине, швырнув его на землю. Что ты? Скотт выругался вслух, поняв, что только что произошло. К сожалению, прежде чем он успел закончить свое слово, Щупальце коснулось земли. Бам. Тиа нахмурил брови, когда увидел, что произошло. Он готовился к борьбе с кальмаром после того, как понял ситуацию, но то, что Скотт сделал ранее, заставило его понять одну вещь. Отчаявшиеся люди действительно пугают. Иногда они могут выложиться на 120% своей силы или совершить немыслимые вещи, подобные этим, стремясь к тем, кто остается на моей стороне. Вот почему я не хочу, чтобы рядом был кто-то, будь то друг или девушка. Тиа издал долгий вздох. Ну, благодаря ему, я думаю, я немного укрепил свою решимость. Я не оптимистичный человек, поэтому, как бы я не хотел иметь такую вещь, это невозможно. Я позволю им использовать меня, потому что знаю, что буду использовать их. Вот и все. Тиа закрыл глаза и разочарованно вздохнул. В любом случае, Тиа обернулся, глядя на Эву. Кью. Ава невинно наклонила голову, гадая, что Тиа хочет сделать. Мы задержимся еще на день. Подождем, пока все успокоятся, и убьем кальмара. После этого можно будет убить второго кальмара. Затем Тиа начал объяснять ситуацию Эве, особенно относительно второго кальмара. Ава была удивлена, потому что думала, что им будет сложно справиться с двумя монстрами 280го уровня вместе. Тиа думал, что это возможно, но им нужно было сделать несколько шагов. Это мой план. Мы убьем первого монстра, не ранив его. Нет, не раним, а скорее выманим из воды. Если это невозможно, мы проверим его слабые места с помощью моей иллюзии. Прежде чем бить тех, я хочу нанести как можно больше урона до того, как появится второй кальмар. Конечно, будет даже лучше, если мы сможем убить первого без появления второго, но я думаю, что это почти невозможно. Как ты думаешь, Ава? Ты справишься со вторым кальмаром. По крайней мере, выиграй мне немного времени, чтобы я мог убить первого. Мой клон поддержит и тебя, и меня. Ава посмотрела вниз, тщательно размышляя. Она четко понимала, на что способен клон Тиа, поэтому какое-то время моделировала бой в своей голове. Поняв серьезность вопроса, Ава торжественно кивнула. Кью. Это так? Тиа улыбнулся. Тогда я рассчитываю на тебя, Ава кивнула. В таком случае, давай побалуем себя до конца дня. Тиа улыбнулся. Кью. Через несколько часов кальмары вернулись в воду. К счастью, они забыли копье, поэтому Тиа послал своего клона забрать его. Хотя щупальце кальмара вышло наружу, все тело не вышло из-за того, что Тиа покинул сцену как можно скорее. В любом случае, Тиа решил сразиться со своим клоном, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Ава только наблюдала за его спаррингом, прежде чем охотиться на монстров поблизости, пытаясь получить припасы. Она также наполнила бутылки с водой, чтобы пить. Тиа много для нее делал, и она подумала о том, чтобы отплатить ему тем же. На самом деле, она почему-то чувствовала себя даже счастливее, когда могла что-то сделать для Тиа, особенно в случае с Пурпли Хази Грасс. Это был первый раз, когда она почувствовала, что пришло ее время сиять. Тиа не так часто улыбался, так что когда Тиа искренне хвалил ее, она произвела на нее сильное впечатление. На следующий день, Тиа снова ступил на песок рядом с озером. На этот раз его с самого начала сопровождал его клон. Они оба держали копья в правой руке и смотрели на озеро с улыбкой, полной уверенности. На плечи Тиа гордо стояла Эва, ожидая прихода врага. Они не подозревали, что Тиа просчитался в одном. Скотт мог знать часть информации, но он никогда не понимал всего факта. Кальмар, который стал активным из-за крови, не стал бы неактивным в одно мгновение, особенно после получения крови из всего его тела, расплющенного щупальцем. Кровь не давала кальмару спать целую неделю. Вот почему, когда Тиа призвал свою волшебную пулю, чтобы вызвать ее из воды, появилось в общей сложности 8 щупалец, показывая Тиа, что он будет сражаться с двумя кальмарами. Серьезно, выражение лица Тиа стало мрачным, когда он поднял свое копье, увидев, как кальмары вышли и посмотрели на него сверху вниз. Тиа наблюдал за их ситуацией и пробормотал про себя. Оба кальмара вышли одновременно. Должен ли я отступить? Нет. Тот факт, что второй кальмар выходит правильно, означает, что он не станет бездействовать какое-то время. Я потратил два дня на подготовку. Я не могу тратить больше времени, тем более, что я не знаю, как долго второй кальмар будет бодрствовать. В таком случае мне нужно справиться с обоими монстрами одновременно. Этот отличается от мигалорыбы и зомби-лича, но я не использовал всю свою силу в этом бою, так что... На лице Тиа появилась улыбка, когда он выпустил свое убийственное намерение, сказав, Мы убьем этих двух кальмаров, прямо сейчас. Наш план не изменится. Ты позаботишься о левом, а я займусь правым. Они могут помогать друг другу, но в это время мой клон будет готов использовать свой навык скачка, чтобы помочь тебе. Конечно, я планирую убить обоих кальмаров, так что не убей случайно второго. Ладно. Тиа проинструктировала Лаву, глядя на кальмаров, которые подняли по два щупальца каждый, готовые их хлопнуть. Кью. Ава кивнула, говоря ему, что поняла. Услышав ее ответ, Тиа снова посмотрел на огоньки внутри их тел, прежде чем вычислить их все. Затем волшебные пули умножились, так как в общей сложности 160 волшебных пуль были готовы к выстрелу. Сразу после того, как кальмар ударил щупальцами, Тиа выпустил их в несколько мест, где расстояние между одним светом и другим было огромным. Магическая пуля. Посмотрим, как они отреагируют. А. Тиа взволнованно ухмыльнулся. Все волшебные пули полетели во все стороны. Мишенью Тиа были слабости обоих кальмаров. Он поразил их щупальца, руки и даже различные точки на основных телах. Бам. Щупальца коснулись земли, но ни одно из них не задело Тиа и Аву. В то же время кальмары освободили свои полупрозрачные экраны от сияющего синего света, защищая свои шкуры. Как и ожидалось, около 80% волшебных пуль поражают эти защитные барьеры. Однако остальные так или иначе попали в кальмаров, хотя все они были всего лишь иллюзиями. Тиа стал серьезным, поскольку он уже видел досягаемость каждого защитного барьера, зная, что на данный момент он может нацелиться на несколько мест. Но. Жизненно важные органы надежно защищены. Тиа глубоко вздохнул, прежде чем крикнуть Ави. Ты уже должна знать их слабые места. Ава, ударь по этим местам, используя свою скорость. Мы будем резать их на куски, пока не убьем. Кью. Ава ответила, когда молния начала искрить из ее тела. Она шагнула в воздух и бросилась к левому кальмару. Кальмар явно не подпускал Аву ближе. Он использовал оставшиеся щупальца, чтобы создать препятствия для Авы, не давая ей сбиться с пути. В то же время двое других, упавших на землю ранее, вернулись, ударив ее сзади. К сожалению, Ава уже предвидела это. Вместо того, чтобы уйти, Ава просто остановилась и закричала. Кью. Увидев две пары щупалец, клон Тиа использовал свой телекинез, чтобы полететь к Ави, коснувшись ее спины, используя свой блинг, прежде чем они были сжаты до смерти. В итоге четыре щупальца ударили друг друга. Кальмар никак не ожидал, что враг окажется таким хитрым. Разозлившись, он посмотрел на Аву и обнаружил, что она несется к нему со своей максимальной скоростью. Поскольку все щупальца застряли после столкновения, кальмару не осталось ничего, чтобы защитить себя. Следовательно, он возвел защитный экран, чтобы заблокировать эту атаку. Именно в это время Ава сделала еще один шаг и прыгнула на вершину глаз кальмара. Ее ноги были покрыты мощными молниями, которые пронзили тело кальмара и разорвали все вокруг, создав дыру в 10 раз больше Авы, которая была существом размером с ладонь. Он был маленьким, но наверняка ослабил бы кальмара. Кью Ава ухмыльнулась, сделав свою работу, но вскоре ее накрыла тень, не давая солнечному свету попасть прямо на нее. Она подняла зрение и увидела еще одно огромное щупальце, которое почти достигло ее. Щупальце появилось справа от нее, так что было очевидно, чье это щупальце. И тебя не допустил бы такого действия. Он появился рядом с щупальцем и применил свой ценно-бласт в том месте, которое не было защищено синим защитным экраном. Мощная энергия ударила в щупальце и почти разорвала щупальце, хотя и не проникла достаточно, как сила Авы. Эта атака должна была закончиться, и щупальце упало бы и ушло куда-то еще, но кальмар был упрям. Оно послало еще одно щупальце не только для того, чтобы помочь первому щупальцу поразить Аву, но и одновременно поразить Теа. Теа улыбнулся, увидев эти два щупальца, глядя на кальмара. Внезапно в правом глазу кальмара появилось отверстие, сквозь которое пронзил синий свет. Ты не активируешь свою защиту все время, так что это должно сильно истощить твои силы. И тот факт, что ты не понял, что это произойдет, означает, что я могу легко победить тебя, целясь в твои слабые места. Теа улыбнулся. Тело кальмара раскачивалось из стороны в сторону от боли. Он так и не понял, что клон Теа использовал волшебную пулю, отослал ее и использовал способность отслеживания, чтобы поразить кальмара сзади. Теа улыбнулся. Прежде чем щупальца исчезла, он пронзил щупальца и использовал телекинез, чтобы обойти его, разрезав оставшиеся неразрезанные щупальцы и отправив его в полет. Гайр. Кальмар издал громкий звук. Он упал на землю, прежде чем черные чернила начали покрывать все озера. Ах, да. Я забыл, что кальмары обычно использовали чернила, чтобы уйти от хищника. Но поскольку они исходят из их дна, я думаю, это не будет опасно для нас, пробормотал Теа, глядя на черную воду. Заметив, что его напарник попал в беду, другой кальмар махнул щупальцем Теа, пытаясь помешать Теа убить его напарника. Теа поднял зрение и использовал скачок, чтобы убежать от него, но его осознание уловило что-то большое сзади. Теа обернулся, увидел еще одно приближающееся к нему щупальце и развернулся. Таким образом, его ноги должны первыми коснуться щупальца. Когда щупальце почти коснулось его, Теа активировал свое движение потока и наступил на щупальца, отпрыгнув. Что произойдет, если у меня будет такой кальмар в качестве питомца? Он может помочь мне в моей борьбе, тем более что я могу постоянно использовать свой флавматион. Теа ухмыльнулся, глядя на кальмара. Поскольку слуховый был в несколько раз мощнее, чем у людей, она уловила голос Теа и испытала потрясение на всю жизнь. Кью. Она издала глухой крик, как бы спрашивая его. Ты недоволен мной? Ха-ха, я шучу. Теа рассмеялся, используя свой телекинез, чтобы летать вокруг кальмара. Наблюдая за движением АВЫ, которой его телекинез помогал оставаться в воздухе, прыгая с одного щупальца на другое все это время. Внезапно кальмар ударил щупальцем о землю и воду и использовал эту силу, чтобы подпрыгнуть в воздух. Направив свою задницу на Теа. Серьезно? Теа удивленно расширил глаза и использовал свой телекинез, чтобы улететь. Однако вскоре он понял, что кальмар следует за его движением, и у него не было достаточно времени, чтобы облететь кальмара. Затем кальмар выстрелил черными чернилами под высоким давлением. Теа поднял руку и призвал два стихийных щита, но вскоре обнаружил, что давление черных чернил отбрасывало его назад, пока он не упал на землю. Его клон быстро подошел к нему, когда он использовал элементальные щиты, чтобы помочь Теа противостоять такой атаке. Ха Теа стиснул зубы и положил руку на землю. Такого рода сила. Я думаю, пришло время использовать эту. Три надгробия, сделанные из синих огней, появились из-под земли, образовав перед ним синий экран. Три великих обороны. Затем щиты элементов исчезли, оставив только синий экран, чтобы взять на себя эти черные чернила. Синий экран рассеивал черные чернила во все стороны. Однако из-за того, что он находился на земле, из-за самого навыка Три великие защиты, Теа больше не получал давления от щита, что позволяло ему обеспечивать магическую силу, необходимую для блокирования этой атаки. Тем не менее, это не избавило его от разочарования в сердце. Ух, я чувствую, что эти чернила не сойдут ни с моей одежды, ни с моей кожи. К счастью, щит рассеивает их, так что они не касаются меня или чего-то еще. Но Теа взглянул на своего клона, стертого чернилами. Прежде чем посмотреть на копье, которое уже смешалось с основным цветом. Его копье, очевидно, было выкрашено в черный цвет и после этого казалось непригодным для использования. Мне нужно купить копье ранга Ц, который будет стоить целое состояние. И цена даже выше, чем навык ранга Ц. Хреново быть мной. С этим разочарованием, наполнившим его сердце, Теа продолжал блокировать его, пока кальмар не перестал брызнуть чернилами, поняв, что не может пробить защиту Теа. В этот момент Теа использовал свой блинг, чтобы поднять его вверх, и использовал свой телекинез, чтобы полететь прямо к кальмару. Кальмар, похоже, заметил движение Теа и вернулся в воду, посылая все три щупальца, чтобы остановить Теа. Теа снова призвал свои волшебные пули и выпустил все 80 волшебных пулей. Кальмар понял, что произошло, и попытался ударить по пулям, не желая снова попасть под эти пули. Воспользовавшись этим шансом, чтобы снова призвать своего клона, он послал клона Теа вернуть копье. Даже если ему нужно будет сбросить его позже, клон все равно сможет его использовать, поскольку никакие черные чернила не будут иметь значения для чего-то, что рано или поздно должно исчезнуть. Тем временем настоящий Теа наблюдал за движением кальмара, пытаясь понять, куда ему следует идти. В то время как клон Теа начал двигаться к Эве, Теа пошел в противоположном направлении, чтобы сделать петлю, пытаясь поразить кальмара из его слепой зоны. К сожалению, кальмар увидел его и последовал за его движением, даже если это означало поворот его гигантского тела. Это было время, когда клон Теа показал свое превосходство. Теа хотел создать эту возможность, чтобы его клон мог изменить направление и ударить кальмара по спине туда, куда не мог добраться защитный экран. Пушечный взрыв Теа ударил кальмара ножом и разорвал кожу, образовав дыру, в два раза превышающую его диаметр. Отверстие располагалось над правым глазом, который ранее был уничтожен Теа. Это должно еще больше ослабить кальмара, пробормотал клон Теа, взглянув на Эву, которой все еще удавалось держаться. Из-за атаки кальмар развернулся и ударил клона Теа, но настоящий он использовал это движение, чтобы совершить скрытую атаку, вырвав у кальмара еще одно щупальце. Бам! Щупальце упало на землю и создало небольшую ударную волну, которая подняла пыль поблизости. Тем временем исчезнувший клон снова появился рядом с Теа, когда они воспользовались этим шансом, чтобы развязать еще одну атаку, чтобы расширить нанесенную ими рану. Они разорвали кожу и соединили отверстие в глазу с отверстием над ним, расширив рану, что позволило зеленой крови вытекать еще быстрее. Из-за этой раны кальмар начал двигаться медленнее, чем когда-либо, что давало Теа более легкую возможность ударить его. Ава! Я почти закончил! Береги себя! Закричал Теа, срубив еще одно щупальце. Кью! Ава кивнула и подпрыгнула в воздухе, избегая щупальца, которая едва не ударила ее. В то же время она направилась влево и ударила по щупальцу, отбросив его, чтобы щупальца не достигла Теа. Последняя не могла быть более благодарна, потому что с ее помощью сражаться было намного легче. Из-за постоянного оттока крови из тела кальмара слабел до такой степени, что одно из щупальц упало само по себе, а другое едва могло двигаться. Теа без колебаний забрал чужое щупальце, сделав кальмара бесполезным. Прежде чем он смог пошевелиться, Теа проткнул второй глаз кальмара и попал прямо в середину глаза, соединив раны на обоих глазах, и в конце концов убил его. Вы убили лампу Сквидди. Опыт 120-400. Как и ожидалось от кальмара 280-го уровня. Теа улыбнулся, прежде чем получил еще один. Миссия выполнена. Поторопитесь и доберитесь до безопасного места вместо того, чтобы убивать другого кальмара. Теа нахмурился, когда увидел сообщение. Другой кальмар был ослаблен непрекращающимися атаками АВ, поэтому он подумал, что отступать – пустая трата времени. Однако он не мог отмахнуться и от этого предупреждения, так как оно могло быть важным. После некоторых размышлений Теа крикнул. АВА, мы отступаем. Кью. Тело АВА задрожало, когда она повернулась к Теа с шокированным выражением лица. Она никогда не думала, что Теа решит отступить, получив такое большое преимущество. Теа положил руку на тело кальмара и превратил его в карты. Он поднял их своим телекинезом, прежде чем увести АВУ. Его клон остался на озере, чтобы противостоять натиску кальмаров, выиграв у них время для побега. Теа без колебаний вернулся в лагерь. АВА благополучно приземлилась, глядя на него в замешательстве. Кью. Конечно, она будет сомневаться в его решении. Для Теа было ненормально отступать, когда у них было преимущество. За последний месяц, что они были вместе, Теа убегал только тогда, когда был в невыгодном положении. К сожалению, Теа тоже не мог этого объяснить, потому что в уведомлении ему было сказано быстро вернуться в безопасное место. Я не знаю. Кажется, сначала мне нужно взять эту награду. Поэтому ты можешь позаботиться о моем теле? Спросил Теа. Кью. АВА секунду колебалась, прежде чем кивнуть с серьезным выражением лица. После того, как все закончатся, давай отпразднуем, хорошо. Теа улыбнулся. АВА не издала ни звука и просто смотрела на Теа с улыбкой на лице. Теа кивнул и закрыл глаза, бормоча. Надеюсь, эта награда стоит хлопот. Его сознание было перенесено обратно туда, где он получил награду, став экспертом ранга чемпиона. Он был окружен горами, стоя посреди травяного поля. Обернувшись, чтобы осмотреть место, Теа обнаружил огромного волка, стоящего позади него и свирепо смотрящего на него. Наконец-то ты пришел. Я устал ждать. Теа почти забыл, что тот, кто стоял перед ним, считался мифическим существом, убившим Бога. Обычно такое существо было бы высокомерным. На самом деле, его реакция могла бы быть более подходящей по сравнению с Богом азарства или змеем. Теа не мог не улыбнуться. Я устал ждать, сказал волк, сверкая глазами. Сердце Теа начало быстро биться, и он не мог не показать возбужденную улыбку. Увидев такую реакцию, волк на мгновение замолчал, прежде чем покачать головой. В любом случае, если бы это было не из-за него, меня бы здесь не было, чтобы учить тебя чему-то. Ты собираешься дать мне еще один навык? Спросил Теа с торжественным выражением лица. Вместо взволнованной улыбки он показал спокойный и собранный вид, зная, что перед ним не нужно бояться волка. Какой навык? Ты даже не можешь правильно использовать свои навыки до такой степени, что мне нужно учить тебя здесь. Теа расширил глаза и спросил. Это моя иллюзия. Видите, это моя точка зрения. Вы даже не понимаете силу двух навыков, которые вы получили от меня. Волк разочарованно покачал головой. Теа удивился и поправил свои слова. Моргание и телекинез. Волк хмыкнул, пытаясь надавить на Теа своим гигантским телом, глядя на него. Однако Теа просто смотрел на него без тени страха в глазах. Чему я научу тебя, так это тому, как эффективно использовать эти два навыка и текущую проблему твоей силы. Как люди снова это назвали? Контроль. Волк нахмурился, прежде чем продолжить. В любом случае, у нас здесь только два часа. Так что мы с тобой будем сражаться два часа. Лонжерон Теа в изумлении открыл рот. Не беспокойтесь. Даже если вы собираетесь умереть, вы можете возрождаться бесконечно. Все, что вам нужно сделать, это выдержать 10 атак от меня подряд, и вы сможете достичь так называемого высшего ранга. Фенрер поднял лапу. В любом случае, здесь ты можешь использовать все свои навыки. Когда лапа поднялась до максимальной точки, белое копье Теа появилось в воздухе и в конце концов приземлилось на руки Теа. Я ограничу свою силу до твоего уровня. Чтобы ты мог справиться с моим ударом. Теперь мы сражаемся. Прошло 5 минут. Фенрер не стал терять ни секунды и ударил правой лапой по Теа. Теа был застегнут врасплох и попытался использовать рукоятку своего копья, чтобы остановить лапу. Бам. Как он сказал, сила была не такой мощной. Лапа не могла даже сдуть его. Когда Теа подумал, что хорошо разобрался в силе Фенрера, он заметил, что что-то идет слева от него. Он взглянул в сторону и обнаружил 20 волшебных пуль, летящих всего в нескольких дюймах от волчьей лапы, изгибаясь в соответствии со структурой лапы. Что? Теа быстро использовал другой навык, чтобы заблокировать его. Элемин. К сожалению, он был недостаточно быстр, поскольку эти пули пронзили его тело, убив его в процессе. Его тело исчезло на секунду и снова появилось в следующую секунду. Хэм. Теа ахнул, когда вспомнил, что произошло. Он пробормотал про себя. Он только что использовал свое тело, чтобы заблокировать мне зрение. Создать слепое пятно, которое позволит волшебной пуле попасть в меня. Что? У тебя не так много времени на размышления, прорычал Фенрер, делая то же самое. Теа снова заблокировал лапу, а когда появились волшебные пули, воздвиг волшебный щит. Из-за перенесенного ранее шока он ничего не мог сделать, но на этот раз ему удалось остаться в живых. Подумать только, он убил меня с первого же шага. Теа сглотнул, понимая, почему он может убить бога. Однако его заинтересовало то, как Фенрер использовал свое тело, чтобы выпустить волшебные пули. Ты запрограммировал волшебные пули так, чтобы они вращались вокруг твоего тела, чтобы ты мог атаковать из-под тишка. Хэм. Скрытные атаки, это не вещь. То, что я знаю, это возможность. Вас не убивают, потому что вы попали в засаду. Вас убивают, потому что вы даете возможность засады своему врагу. Если вы цель, вы просто нужно уничтожить эту возможность и никогда не давать ее врагу, но если ты убийца. Фенрер снова поднял лапу и сделал то же самое. На этот раз я увидел Фенрера, покрывающего свои когти энергией красного цвета. Он взмахнул лапой и создал три красных когтя в форме полумесяца, которые ударили по копию Тиа. Тиа явно использовал свою силу, чтобы заблокировать эту атаку, но сила была слишком велика, чтобы справиться с ней, потому что ему нужно было дождаться прибытия волшебных пулей. К несчастью для него, он снова умер после того, как земля задрожала и вылетели волшебные пули, пронзившие его тело. Тиа снова появился в следующую секунду и увидел 10 дыр в земле. Волшебные пули пробили землю и попали в меня снизу. Если вы убийца, вам нужно создать такую возможность. Фенрер серьезно кивнул. Итак, этот мощный удар должен был остановить мое движение, в то время как первая волна волшебных пулей должна была отвлечь мой разум, заставив меня сосредоточиться на этом. Таким образом, была создана возможность. Тиа был потрясен, понимая, насколько прекрасен Фенрер. Можно так сказать. Разве это не твоя специальность? Фенрер фыркнул. Ты продолжаешь попадаться на мои уловки. Жалко. К его удивлению, Тиа совсем не обиделся. Он просто наблюдал за его движениями и внимательно слушал его слова, потому что все они были словами мудрости. Он хотел учиться у Фенрера, потому что чувствовал, что может стать сильнее. Тем не менее, ты сначала призвал свои волшебные пули, потому что знал, куда они приземляться. Затем ты использовал эту лапу, чтобы убедиться, что я остался в этом положении. Тиа сузил глаза. До сих пор ты использовал свои навыки в соответствии с тем, что делают обычные люди, такие как волшебная пуля или телекинез. Ты был слишком зациклен на них. Каждый раз, когда ты использовал волшебные пули, ты инстинктивно поднимал левую руку и вызывал. Если бы это был я, я бы вызвал одного за своей спиной, чтобы ты не понял этого. То же самое относится и к твоему телекинезу. Ты продолжал использовать его вместе с внешним потоком очень прямолинейно, копируя технику той девушки. Тебе нужно не это. Знаешь, почему они называются кулачным стилем? Это потому, что каждое движение означает новую атаку. Прямой удар, апперкот, вращение руки и так далее. То, что ты делаешь, самое простое вещь, которая вам нужна прямо сейчас. Сейчас это гибкость в использовании внешнего потока. Вы поняли, что она вращала свою руку, чтобы создать вращающуюся магическую силу. Вы поняли, что поток можно легко создать, если вы следуете определенному движению. Фенрер посмотрел на него сверху вниз и сказал. Это одна из вещей, которым я научу тебя прямо сейчас. Я называю это. В движении фвуш. Те взмахнул копьем, словно бейсбольной клюшкой, ударив Фенрера по лапе. В этот момент Теа использовал свой внешний поток и телекинез, чтобы превратить свое копье в молот, чтобы создать необычайную сокрушительную силу. Бам! Твоя сила и контроль все еще слишком слабы, закричал Фенрер и отбил копье. Все еще снова идет. Продолжение следует...